Хорошо, начинаем. Значит, первый доклад у нас, первый докладчик – это Галина Зеленина. Галина Зеленина для меня – это вот историк, если я что-то хочу узнать о советско-еврейской жизни, хочу на что-то сослаться и так далее, я ищу сразу Галину Зеленину и нахожу обычно публикации о разных сторонах жизни советских евреев. По тому, что я нашел, значит, написано, что историк средневекового и советского евреиста, мне это нравится, средневекового и советского евреиста, об этом что-то есть, но я на этом как-то фокусироваться не буду. Вот, ну, доцент Российского государственного гуманитарного университета и старший научный сотрудник, что меня тоже озадачило, шаги, ранхи и геге, я нашел расшифровку, это школы актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства. И доклад называется, если название не изменилось, «Огонь возмущения толкал мое первого. Антисемитизм в жизни одного среднего человека». Антисемитизм? Антисемитизм. Антисемитизм в жизни. Спасибо. Антисемитизм в жизни одного среднего человека. Пожалуйста, Галина. Да, спасибо. Я правильно понимаю, что вопросы все в конце сессии? Да, вопросы потом в самом конце. А, вот это вот неожиданный удар. Ну, хорошо. Так, значит, я тогда попробую открыть презентацию, как это водится. Получилось у меня что-нибудь, да? Все хорошо, все хорошо. Вот так, да? Видно? Да, да, да. Замечательно. Прекрасно. Значит, ну, вопреки названию сессии, да, я как раз буду говорить не столько о евреях в СССР, сколько о евреях, которые пытались покинуть пределы СССР и о том, что советская печать об этом думала, скорее думала даже о пункте их назначения. Иными словами, я попытаюсь немножечко как бы структурировать образ Израиля в антисионистской полемике, в советской печати и в каком-то смысле верифицировать это дело, этот образ, не в том смысле, что Израиль был столь плох, каким его живописала советская печать, а в том смысле, что советская печать основывалась не только, может быть, на каких-то пропагандистских конструкциях и, скажем, политификациях, а были живые реальные люди, которые такие мысли действительно имели, да, и которые, и чьи мысли, и чьи тексты служили, может быть, источниками подобных публикаций. То есть сначала будет такая часть более тем абстрактная, а потом будет один конкретный кейс. Ну и так, образ Израиля в Советском Союзе 70-х годов, как мне кажется, он, собственно, в двух нарративах, как минимум, присутствовал. Эти два нарратива можно назвать контрнаративами, это нарратив сионистский, грубо говоря, да, то есть свойственный, тут у меня ошибка, перевернута в таблице, да, сионистский свойственный отказническим текстам и эмигрантским текстам, ага, документам, сам из даты, сейчас мы еще посмотрим, где он содержался, и, значит, по диагонали антисионистский, который, соответственно, присутствовал в советской печати, в газетных публикациях, в каких-то сборниках там типа «Белой книги» и документов разнообразных. В коллективной памяти историографии, как мы понимаем, присутствует такой дисбаланс, поскольку исторически победил как бы сионистский нарратив, да, то утверждается правота первого, предполагаемая лживость, фальсифицированность последнего и, соответственно, достойность изучения. Но при этом это может быть так, может быть не так, но мне кажется, интересно констатировать исходство, на самом деле, обоих нарративов, по нескольким критериям эстетическому, все эти тексты, на самом деле, достаточно написаны таким полемическим, местами, местами по целярским языком, в общем, если есть серьезные претензии эстетические к антисионистскому нарративу, то к сионистскому те же претензии можно предъявить, фактологическое сходство, и там и там есть, скажем, гиперболизация, скажем, мягко, и этические критерии, оба нарратива на самом деле рассчитаны на пропаганду, оба нарратива на рассчитаны на пропаганду среди одной и той же группы населения, собственно, прежде всего, советского еврейства. Да, один призван стимулировать к эмиграции, другой призван ровно обратно, к обратному оттолкнуть аттракию. Также они, в общем-то, эти тексты одновременно создавались, как уже, да, я сказал, у них общая аудитория, цели, методы, тематика. Они были взаимозависимы, взаимонаправлены, и, в общем-то, один основывался на другом, оба основывались друг на друге, один в большей степени, другой в меньшей. Ну, вот то, что это два контрнарратива, из многих, на самом деле, пассажа следует. Вот такая красивая цитата, когда один отказник подтверждает, что мое представление об Израиле складывалось из той информации, которую передавала радиостанция «Голос Израиля». Израиль изображался как прогрессивное, современно-циализованное государство. Фактически он оказался в полной противоположности, отсталый к эмирикальной стране. Не отказник, пардон, эмигрант, как раз недовольный своей эмиграцией. То есть «Израиль советской пропаганды» — это полная антонима «Израиль-сионистской пропаганды», или «Один Израиль — это антимир другого Израиля», или, вот как говорит этот человек, полная противоположность. Ну и вот такая табличка, которая эту зеркальность иллюстрирует. Сионистский нарратив сообщает, что Израиль — это подлинная родина евреев, антисионистский — это подлинная родина СССР. Один жалуется на запрет выезда из СССР, другой жалуется на запрет выезда из Израиля тех, кто же туда приехал. Один жалуется на разъединение семей, потому что наши родственники Израиля, мы здесь. Другой на то, что, наоборот, в Израиле семья разъединяют и селят родственников в разных частях страны. Одни жалуются на запрет изучения еврита в Советском Союзе, другие на запрет использования идиши в Израиле. У одних настоящие мученики и герои — это отказники, у других мученики — это несчастные эмигранты, которых унижают и чуть ли не убивают. Одни утверждают, что СССР — фашистское государство, Брежнев будет сидеть на скамье будущего Нюрнбергского процесса, который когда-нибудь состоится. И почему фашистское? Потому что существует духовный геноцид евреев, а антисионистский нарратив сообщает, что Израиль — фашистское государство и дискриминирует разнообразную группу своих граждан. Как мы увидим русских эмигрантов из России, сефардов, неевреев, арабов, женщин, в общем, всех, кого можно. Одни призывают уехать ради детей, другие призывают вернуться ради детей. Одни фантазируют, сообщают о том, что в Израиле такое замечательное народное единство, а другие, наоборот, утверждают, что в Израиле человек-человеку-волк, только в СССР есть единство общественное, где человек-человеку-брат. Ну и, наконец, один обещает счастливую абсорбцию иммигрантов, пусть медленную, но, в общем-то, успешную в какой-то перспективе. Другой утверждает, что все иммигранты страдают, испытывают жестокое разочарование и мечтают стать, наоборот, ердим, то есть спуститься из Израиля, вернуться обратно в Советский Союз. Но вот помимо всех этих скотств и зеркальностей, надо сказать, что антисионистский нарратив отчасти базировался... Так, это опять у меня ошибка, да. Надо сказать, что сионистский нарратив, правильно прочесть эту стрелочку, сионистский нарратив у желающих эмигрировать, евреев Советского Союза, отчасти базировался на антисионистском, по-моему, словами, на чтении советской прессы между строк. Да, потому что были источники прямые, как-то радиостанции всякие, да, там «Голос Израиля», «Свобода» и так далее, книги-фотопленки сионистского характера, которые привозили из-за границы туристы, эмиссары или присылали по почте, письма уехавших, да, то есть были такие прямые, позитивные источники. Но, тем не менее, информации было мало, и сами отказники это признавали. Или вот, например, из отчета туристов, так называемых, то есть как раз таких, туристов, эмиссаров, тоже вот он цитирует одного местного еврея, который говорит, что мало знает, а узнать трудно, и, в общем, не хочет ехать, потому что мало знает. То есть получается, что Израиль такое не очень наполненное понятие, и приходится черпать информацию из той же советской прессы, читая ее буквально, читая ее небуквально. И некоторые все-таки пытались поменять оценки, а некоторые верили, вот Рабина Ильич едет в Израиль, и она, при этом, как бы боится, потому что все верят в израильский ад. То есть советская пресса была таким универсальным источником, на самом деле, и для одних, и для других, даже для тех, кто, как бы, задумывался об эмиграции. На чем же строился вот этот вот самый, как бы, широко представленный, да, антисионистский нарратив, который явился из газет, из радио, из телевизора, хоть реже, но тот явился. Нет, на чем базировался сейчас, мы еще до этого дойдем, из чего он состоял, вот как бы основные такие компоненты, что Израиль – капиталистическое государство, неравенство, бедность, верговизм и безработица. Соответственно, оно населено капиталистическим обществом, которое иерархично, иерархизировано, разучено, и каждый человек человеку волк, все друг друга ненавидят. Сейчас мы еще увидим, кто кого он ненавидит. Это фашистское государство, которое всех преследует, разные категории, опять же, своих граждан. Вот такие примерно оси напряжения, евреи-арабы, ашкиназы-суфарды, иерхи, восточные евреи, чистокровные, поглохи и незаконорожденные, которые ошибочно транскрибируются, как мамцеры, мужчины и женщины. Израиль – такое патриархальное государство, живет по домострою, сиречь Талмуду, притесняет женщин, и местные уроженцы Израиля, сабры, эмигранты. Последнее, самое актуальное есть напряжение, прежде всего, эмигранты из СССР, которые страдают, потому что над ними глумятся, они стали рабами, над ними смеются, называют их русиш-юден, инсенуируют, что они в Советском Союзе вообще не было никаких благ цивилизации и так далее, и так далее. Более того, их специально мучают, когда они приезжают. Вот есть список проблем абсорбции, разделяют семьи специально, чтобы они там лучше учили иврит, и не общались с родственниками, чтобы осваивали новые земли, специально придумали такой антисемитский язык иврит, без гласных, который невозможно научить. Прекрасный язык идиш, всем знакомый под запретом в этом ужасном государстве, нельзя им пользоваться. Он как бы заклемен как неполноценный язык, как джаргон. И, конечно, клирикализм, средневековый фанатизм, глигиозная макобесия, который подталкивает этих недовольных иммигрантов к тому, чтобы бежать, потому что они боятся своих детей и не хотят калечить им жизнь талмудом. Как я могу примириться с тем, что мой ребенок обязан с под палки изучать талмуд? Но израильское государство именно так устроено, что оно специально заманивает бедных будущих иммигрантов пропагандой, вынуждает родственников посылать их жены и письма, а потом не выпускает. И в этом, собственно, сходство СССР некоторые видят, или даже такой ухудшенный вариант СССР, что вот в СССР все-таки я жил всю жизнь, меня такие выпустили за два месяца, а тут я живу несколько месяцев, и невозможно выехать, долговые путы, или еще по каким-то причинам выехать невозможно. Эта ужасная ситуация приводит к психическим заболеваниям среди новых иммигрантов и даже к самоубийствам. Люди травятся газом, бросаются под машины, сбрасываются с высоких этажей и сжигают себя, и так далее, и так далее. Вот такая ужасная картина. На чем она базируется? Базируется она как будто на покаянных письмах вот этих вот, как их называют, называли оперативные документы советские, ре-мигранты, да, на тех, кто уехал, а потом вернулся, или, по крайней мере, хочет вернуться. Как правило, эти письма содержат как критику Израиля, так и всякие покаянные такие пассажи, ломентации, или сожалеют, что они вот так были глупы, упрямы, теперь они сыты по горло и мечтают вернуться на свою истинную советскую роль. Правда ли это или нет? Вот, мне кажется, интересный вопрос. Вопрос традиционно в отказанных кругах это преимущественно считалось ложью и фикции, что такие люди, может быть, есть или очень мало, не надо вообще на это обращать внимание, или что их вообще нет. Отчасти в историографии эта установка проникла, что образ Израиля и советской прессе это абсолютный продукт пропаганды, не имеющий ничего общего с действительностью, еще раз не в смысле с израильской действительностью, а в смысле, что не было живых людей, которые это думали и писали. Вот вопрос действительно искренности, подлинность или же пропаганды и подставные лица. Но, с одной стороны, то, что юрдим все-таки были, были даже как-то заметно известны, об этом свидетельствует даже не статистика, с которой сложная, а хотя бы фольклор. Есть количество анекдотов про возвращенцев из Израиля, дважды в Российской Союзе тот, кто вернулся, как встретились в море два корабля, один из Российской Союзов в Израиле, другой наоборот, и крутили у виска пассажира. Друг к другу. Или когда евреи пишут письмо родственникам СССР, живу хорошо, так мне надо. Ну, то есть, такие анекдоты, которые все-таки вряд ли основывались на газетах, а скорее, наверное, основывались на чем-то более живом. То есть, они свидетельствуют как юрдим, как таковых, так и в последнем случае недовольных эмигрантов. Но, тем не менее, подставные лица, конечно, тоже были, как свидетельствуют источники известного ведомства, в данном случае украинского. Да, были всякие оперативные источники, так называемые, то есть, подставные как раз лица, которые комитет госбезопасности выводил на длительное оседание в Израиль. То есть, устраивал им эту эмиграцию, ну и дальше они там могли заражать свое удовольствие, писать письма, возвращаться с помпы и обратно. Вот несколько кандидатур здесь упоминаются, да, как минимум несколько анонимных источников, конкретно агент Фрид, конкретно агент Ростовский, которые готовились к этому оседанию в Израиле. А подлинные письма, тем не менее, тоже были, так называемые правдивые сообщения эмигрантов об уже в действительности. Тут несколько, я не суммирую все эти цитаты, да, из ведомственной переписки КГБ и ЦК Компартии Украины, да, одно ведомство докладывало другому. Были вот такие вот эмигранты, которые были недовольны, бежали из Израиля, допустим, в Италию или в Америку и оттуда все равно начали вернуться в Советский Союз и писали, публиковали в эмигрантских газетах вот всякие такие антиизраильские и, по части, покаянные письма. Наверное, это живые люди, изначально не оперативные источники КГБ, а вполне люди обыкновенные, но потом их действительно используют и именно при условии использования в, как тут говорится, контр-сионистской пропаганде, да, им разрешают вернуться в СССР. Ну, вот, десятки, даже сотни семей обращаются с ходатайствами, КГБ запрашивает согласие либо Совмина, либо там ЦК и тем или иным разрешают вернуться, дальше их используют в мероприятиях, в каких-то, как бы, оффлайновых мероприятиях или в публикатах, их письма публикуют, или, вот там, пресс-конференции в доме журналистов, например, устраивают, разного рода на этих публикациях и их, возможно, подлинные действительно чувства становятся действительно инструментом контентом антиизраильской пропаганды. И я не знаю ничего про Ковригара, Конного, Ройзмана и Шнепаря, но мне попался в руки такой вот конкретный кейс, который в документах украинского КГБ не упоминается. Такой вот средний человек, как он сам себя называет, Евгений Зиновьевич Кармазин, киевлянин, украинский еврей, он жил в разных городах Украины, почему он средний человек, он сам в своих немарах пишет, что он необычное высказывание сделал еще в третьем классе, сказал, что папа и мама у меня средние, значит, я буду средним. На самом деле, он явно всю жизнь старался как раз показать, что он не средний, а довольно выдающийся, но советская действительность ему не давала это сделать, это, собственно, его основная причина миграции. Он был экономистом и на момент миграции был начальником планового отдела на каком-то киевском заводе, почему он решил эмигрировать. Он узнал, что это вообще возможно в начале 70-х, и его причины не имеют ничего общего с возрождением еврейской, с поиском еврейских корней, еврейской идентичностью, бессидентством, невозможностью дышать в условиях позднего Советского Союза, как у многих других отказников, или он не был отказником других эмигрантов. Вот его причины. Он помнит о сталинских репрессиях, в частности, о позднесталинских антиеврейских, антисемитских компаниях, побаивается повторения. Ему не нравится неуважение на работе, что заводскую интеллигенцию отправляют на картошку, демонстрация презрения к нему лично. Ну и вообще он пишет, что если бы советская власть нашла спасатель ко мне со вниманием, я бы не уехала, но власть этого не умела. И он вообще хотел писать статьи. Он читал, что он любит ученый, журналист, не хочет работать на заводе, хочет быть таким кряком, человеком творческим. Его не поощряют в этом, а тогда он решает и не ближе. То есть на самом деле это тоже поиск достоинства, за которым ехали многие и которое было практически написано на знаменах еврейского национального движения. Кармазин не употребляет это слово, но это явная достоинство, только не еврейская национальная достоинство, а его личное достоинство такого как бы несостоявшегося в Советском Союзе интеллектуала. Он эмигрирует в июне 73-го и уезжает из Израиля в ноябре 74-го. То есть он там пробовал этого года и в своих мемуарах постфактум пишет, что нахожу это решение безумным, ни за что бы его не повторил. В своих мемуарах он создает вот такой вот образ Израиля, который, как можно видеть, в принципе совпадает с основными пунктами образа Израиля в советской печати. Ужасы абсорбции, ужасные чиновники, хамства, специально не говорят по-русски, издевательские отношения, расселяют семьи, антисемитский язык иврит, невозможно сложный, специально такой, чтобы можно было держать народ в безграмотности, подавлять его. Расслоение, богатым прошедям плохо, безработица, религиозная диктатура, мракобесия. И вообще Второй Советский Союз, страна авторитарная, полутоталитарная, только немножечко умнее, чем Советский Союз. Он тоже пишет про самоубийство новых репетриантов и, в общем, возмущается, возмущается. Сам он решил прервать задор о молчании, он расстроен, что его не предупредили и написал, как он пишет, пять десятков писем в Советский Союз, чтобы предупредить других, чтобы они сюда не ехали. Также писал очень такие язвительные письма русскоязычной израильской прессы, достал их там, они написали про него заметку, что он свирепый репетриант, который ждет, что он подстроит автомобильную катастрофу за его вот этот вот как бы критический настрой. Также он писал множество жалоб в разные инстанции, включая Голдемейер, которым ответил, как он написал, ее ответ не заслуживал бумаги, в ООН, в Советский Союз, в общем, всюду писал, возмущался и возмущался. Вот некоторые примеры этого дела. Например, он пишет сенатору Генри Джексону, который Джексон и Веник, про то, что не надо вот, пожалуйста, бороться за выезд в советских ядреях, им некуда выезжать. Он пишет некой своей знакомой Лене в Киев, где пишет, что Лена, значит, все плохо, ехать не надо, все, что писали хорошее, это правда, но гораздо больше плохого и замечательный такой исторический снобизм. Тут могут прижиться люди с окраин, черновцы, Прибалтика, почему такие? В Лене даже адвеситы, в ужасе адвеситы массами удирают на запад, но это нелегко. Вот страница из его мемаров, такая, ну, толстая тетрадь, общая тетрадь, куда он аккуратно вклеивает эти свои публикации. Это как раз эта вот язвительная заметка из израильской нашей страны про Сирепова-репатрианта, который хочет, чтобы вместо напелов Хазанута изучала песни Шинял-Камыш. Да, ну и дальше, наконец, собственно, что с ним получилось, он уехал из Израиля, вырвался, он писал в Хиас, его за деньги Хиаса вывезли из Израиля, он остался в Париже, там он бомбардировал все американские станции, желая получить американскую визу, у него этого не получилось, описывает он это в категориях отказа, он называет себя отказником, трассит в Париже, ему отказывают в американской визе, он пишет, что это война, что он будет бороться, и так далее, и так далее, ему это не получается, и он уже собирался так вот ловко обратиться в советские инстанции с жалобой на то, что его преследуют израильские и американские сионисты, но тут как раз что-то случилось, ему Франция предоставила статус висадь безгражданства, даже какую-то там бесплатную квартирку маленькую, и он остался во Франции, дальше он там получил какую-то такую тоже работу на фабрике, как бухгалтер, тоже как, в общем, такой экономист, полновик, и самое то, счастье, он наконец добился реализации своего журналистского потенциала, он стал писать в эмигрантские газеты, в частности, и прежде всего, в газету «Наша страна», только надо обратить внимание, что это не израильская газета «Наша страна», а аргентинская газета «Наша страна», такая монархическая русофийская газета, он тогда пишет, что его туда позвали, и вот, ну, вы видите, просто заголовки этих статей, он написал там несколько десятков статей, описывал израильский ад, израильский феррикализм и ужасы абсорбции советских евреев в Израиле, и последнее. Я прошу прощения, пару минут осталось, да? Вот буквально это последний кадр, да, я даже не знаю, на самом деле, жив ли он, может быть, он жив, кармазин, но он передал свой архив уже, персональный архив в, как бы, университетский архив на хранение, и вот такой, наверное, финальный, замечательный кадр, это его диплом об присвоении ему звания профессора православной русской академии, вот, мне кажется, это прекрасный путь, значит, человека, который сначала страдал как евреев в Советской Украине, потом эмигрировал в Израиль, потом держал в Израиле, и дальше, как бы, понятно, чем этот путь был, как бы, мотивирован, да, что здесь нет идентичности и каких-то религиозных или еще каких-то воззрений, он хотел быть журналистом, его там отвергли, в Израиле не получилось, он вот пытался писать в эти израильские газеты на его напечатали, он пытался в Тель-Авийский университет устроиться как ученый-советолог, его не приняли, он, конечно, не считал, что это происки врагов, и вот, наконец, какая-то часть этой эмигрантской периодики его приняла, и он был очень рад, и оказалось, что это вот сектор этой эмигрантской периодики вот такой вот русофильский, анархический, поэтому он, собственно, стал там реализовываться и вот дореализовывался до профессора по политической журналистике Забежной Руси. Вот, спасибо за внимание. I apologize for presenting my paper in English, but my spoken Russian is not always so very good, so I have attempted to provide some basic outline that includes Russian translation, and I hope that that is helpful in addition to our excellent translator. This paper, my presentation today will be a summary of a, as you heard, a much longer written paper. This particular research is part of a larger book project that I've been working on. Oh, I'm embarrassed to say this. I've been working on this for more than 25 years, which is a history of Jewish communities, of Jews in the Smolensk region, beginning from actually the 1790s, the first very good archival material appears in the 1790s, to 1848, 1948 rather. I really end the study with a discussion of attempts at the restoration of Jewish property and debates in the immediate post-war period. So this paper is from a chapter on the 1930s. The chapter of the 1930s, like the larger project, draws primarily on research materials from the Smolensk State Archives, from the State Archives of Smolensk Oglask, from the State Archive of Recent History in the Smolensk Oglask, the former party archive, and from various other archival collections in Moscow, in the United States. so let me see if I can effectively change the screen here. Okay. I'm sorry, that's further than I had meant to go. I apologize. Okay. So the the for for the 1930s for the period covered by this paper, the archival material is very, very rich in particular on official Soviet Jewish institutions and it's possible to gain a great deal of information about Jews in the Kams Mall and Jewish party members but the archival materials on the 1930s without access to the security police archives which I've not been granted in 25 years of archival research in Smolenska I've never been able to get into the FSB archives without those NKVD materials it's it's very hard to to really document the stories of individual Jews who were repressed in school so what I've tried to do to get around this in hope that at some trip in the next year or two I will get access to the FSB archives or that I will be able to use NKVD materials from Kiev which I understand are now becoming more broadly available what I've tried to do to work around this problem is to use a massive very large database which was put together in the late 1990s and early 2000s by a team of historians working with the local chapter of Memorial that is a database documenting people who were repressed politically repressed in the Smolensk region from the revolution to 1953 those materials are really based primarily upon the review of cases and for the rehabilitation of victims of repression and there clearly are large gaps in the material I've been able to identify several Jews for instance who I know from other material were repressed who are not in the database but the database does offer a way to start talking about larger patterns of repression so I do want to emphasize the very provisional nature the very temporary or cautious nature is perhaps the best way of the conclusions that I'm going to reach in this presentation today on the basis of gaps in the database material and the fact that I have not had access to individual cases in BFSB archives so let me move to an outline here of the main purposes of this research paper and what I'm trying to do first of all in this paper is to develop an overview of patterns of Stalinist repression repression in the Stalin era against Jews in Spoletsko Bluffs particularly from 1935 to 1949 but also to pay special attention to the months at which the terror reached its height its apogee in 1937 to 1938 so I'm interested in the kinds of generalizations based upon the available material the kinds of generalizations that we can make about for instance the patterns of the age the gender the employment of Jews who were victims of repression about their whether or not they are communist party members council members former party members whether there's evidence that they had belonged at some point to the or whether they were closely associated with Jewish clerical institutions what kinds of patterns can we see about when people were arrested by what institution they were arrested when they were and by whom they were sentenced and what kind of sentences they received so another of the questions that I'm particularly interested in this presentation is comparing and contrasting to the extent possible aspects of repression of Jews in the Smoletsk region to patterns of repression among the general population and particularly to the much more detailed documentation that exists in the historical literature about repression of national minorities in the Smoletsk region I mean those national minorities that were subject to mass operations because there is a far more detailed literature by local historians about repression of Poles in particular but also Latvians and Latvians in this research I try to consider factors that made individual Jews or that appear to have made individual Jews particularly vulnerable to repression again without the case files that document who denounced this person what it is that the NKVD investigators already knew about them etc. It's very hard to be precise but in some cases I know enough about people from their appearance in other archival material because I've been looking at this community very closely in the archives for the entire period from this case for the revolution to the 1930s so I know many of these people not a great number but many of these people I know from archival materials on the local organization or the EF60 organizations around Jewish schools because I have fairly detailed records regarding for instance Jewish collective farms Jewish schools cooperatives etc. So one of the things I'm trying to do in this presentation is to assess the impact of the terror on people who have been active in Soviet Jewish institutions in Skolets Go Blast and to consider whether or not that association with official Soviet Jewish institutions for instance or as a teacher in a Jewish school Soviet Jewish school etc. Whether association with those official Soviet Jewish institutions made someone more vulnerable to repression in the late 1930s when most of those institutions were being dismantled or were being merged into more general institutions in other words denationalized with the turn in Stalinist actuality and in particular what I've done in this paper is I've looked at the records of the communist party cell at the Skoletsk Jewish Pedagogical Technicum to try to see what we could learn about patterns of regression based upon that material so the full text of this paper but my summary of the paper is already too long but the full text of this paper is very long I'm going to try to summarize each section briefly for you in the introduction of the paper I give some background about Slutsk Jews in the 20s and the 30s in the first main section of the paper I analyze or give an overview of patterns of repression in 1935 to 1939 the long period and that is the third section of the period of the paper I focused specifically on patterns of repression in 1937 1938 and then the last part of the paper is the case study of the pedagogical technique. OK. So Smoletsk, of course, was outside the pale settlement. When I first started, I came to this topic because I had done a dissertation before the collapse of the Soviet Union. I had done a dissertation on the 1917 revolution in Smoletsk. And one of the things that becomes clear when you study revolutionary history in Smoletsk is the really fundamental importance of Jews in 1905 and 1917. I know there's a paper as part of this conference on anarchists in Smoletsk that looks at this period. There were Jews in the anarchist organizations. There were Jews in the SR organizations. There were Jews in the Medjvik organizations. So even without access to the archives, just from newspapers, it became very clear that Jews were really central to this. And yet there was virtually no literature on Jews in Smoletsk. When I first started working on this, I went to the Bund archives in New York, and the archivist told me, look, you're not going to find anything because there weren't any Jews there. But in fact, there was a large Jewish minority in Smoletsk, which then grew after the revolution. By 1930, the estimated Jewish population in Smoletsk was 36,000. Jews accounted for about 1.5% of the population. When Smoletsk was joined into the Western Oblast, which included territory from Vityamsk and other provinces, the Jewish population in the Western Oblast was over 100,000 circa 1930. Again, about 1.6% of the population. But in this research, I've only traced the fate of Jews who were specifically in the Smoletsk class. So in the 20s in Smoletsk, as the communist regime was systematically dissolving Soviet Jewish, non-Soviet rather, non-party, non-Soviet Jewish institutions, as they were systematically repressing Zionist organizations, Zionist socialist youth organizations had particularly strong groups in Smoletsk. As repression against non-party, non-Soviet Jewish institutions is going out, of course, the regime also created a really wide number, a broad range of official Soviet state and Jewish institutions, which in the 20s were under the auspices of the EF Sexy. And when you look, for instance, at the leadership of the EF Sexy, it overlaps, not surprisingly, with the leadership of the Jewish section of the national minorities administration in the local commissariat of education, et cetera, et cetera, et cetera. Right. So what's interesting, it's was that actually the dissolution of the EF Sexy, the end of the EF Sexy in 1930 did not mean any kind of reduction in proliferation of official Soviet Jewish institutions. The Jewish school network, Jewish cultural networks actually expanded in the early 1930s, as did the number of Jewish collective followers. But then, of course, in the second half of the 1930s, and you really start to see this in 1934, concurrent with shifts in Stalinist nationality policy, these institutions are dissolved or they're de-nationalized. Though there are still, a few of them do hang on right to the war. So the published data sets, the database that was published in the early 2000s on people repressed in Sviletsk Oblast includes the names of just over 26,000. Of those, I've been able to identify either because the database lists their nationality as Jews, but in all cases I've checked if possible, or because I know even if they're not listed under nationality as Jews, I know these people encountering them in other archives. I've been able to find 462 people out of 26,500 who without any question were Jews. Which means that for the whole period from 1917 to 1953, Jews accounted for about 1.7% of all people repressed who are in the database, which is not absolutely comprehensive. What interestingly is about the percentage that Jews made up in the local population. If you look at the database material on the period from 1935 to 1939, nearly three-quarters of all the Jews who were repressed in Spolensk were repressed in the region, which isn't surprising. More than three-quarters of all the people in Spolensk who are in this database were repressed between 1935 and 1935. If you look at 1935 to 1939, again, Jews represented under 2%, around the same percentage of the people repressed as they were Jews in the population. Again, this database is not comprehensive. I'm not claiming that these numbers are in any sense final, these percentages, but it does give us a broad sense of the impact in terms of numbers at least of repression on Jews. As far as patterns are concerned, of the Jews repressed in the period from 1935 to 1939, and my paper goes into more detail about this, but what we find is that 90% are male. Now, if we separate out 1937 and 1938 it's 98% of the real concentration of women being arrested is in 1937 and 1938. The vast majority are adults between age 30 and 50. Only about 17% are under age 30. So what you have is victims who were people who were born before the revolution but who reached adulthood in the era of Soviet power which is not to say that people who were active in Jewish political movements or social movements of Jewish institutions before the revolution were not also repressed. just make up a minority in those Jews were repressed. Virtually all of the Jews who were repressed in France could not party. only about a quarter of all the Jews who were repressed based of database material were communist party members or former party members or members of the consulate. Now I have found some people who I know were expelled from the party who are not listed as having been expelled from the party previously in the United States. They're listed as non-party but in fact they were former parties. But for the most part the database gives it a general time. Virtually all people who were repressed in 1935 and 1939 were repressed for supposedly violating Article 58 of the Criminal Code and most often anti-Soviet counter-revolutionary propaganda in Article 58 of Article 10. About a third of those who were repressed were sentenced to death. If you look at the the whole period 59 to 30 sorry 35 to 39 and about 35% of them were shot and the rest were sentenced to corrective labor camps. The typical term in 1935 1936 is five years. What happens in 1937 1938 not surprisingly is that the term jumps to 10 to 15 years. Okay. data on occupation of repressed Jews offers really interesting patterns. There were Jewish collective farms in Spoletsk. There were Jewish rural agricultural settlements, but only about 3.9% of those Jews repressed in Spoletsk had rural agricultural occupations. and that's a real difference with the general population in which so-called Kulaks really are heavily repressed in this period. People who worked in town-based manufacturing factories or in workshops or in service industries accounted for 30% of those Jews repressed in Spoletsk. Really interestingly, one of the most common categories of occupation are hairdressers and people of transport. It appears that those people whose occupations would give them the greatest access to gossip and rumors were more heavily repressed as an occupation than others. I think this is something that certainly is worthy of further investigation. About 13% of all Jews repressed were low level administrative and supervisory personnel, office managers, not surprisingly, procurement agents are very high up in the numbers of Jews repressed. Mid-level, upper-level administrative personnel, including party officials, communist party officials, accounted for about a quarter of all those repressed. And all that group, the most common category, are people who worked as economists or economic planners for the state or for large industrial repressions. Which, again, if you look at the patterns of repression in the Stalin era as a whole is not surprising. I'm sorry, get on. It's a couple of minutes here. Okay, I will attempt to be very, very brief. I apologize for going on at length. In the full body of the paper, I look at the life stories of some of these cases, and there just isn't time for me to discuss that now. Let me point out that when you look at 1937, 1938, specifically, what you see is essentially the same pattern, except a larger number of women as a percentage of those Jews who are repressed and actually a lower percentage of Communist Party members, which is very, very interesting. In the section of the paper on 1937, 1939, again, I look at a number of case studies of individuals. One of the things that struck me in doing this is that I could find only three people repressed in this whole period who I knew from the F-Sexy archives to have been F-Sexy members or activists. Only one O-Zet activist. So that brought me, and I'll summarize this very, very briefly, that brought me to looking at an institution as a case study, and the institution that I looked at was the Smolenska Jewish Pentech, which I looked at the party records for 1934 to 1938, and in a nutshell, what I found was that there were only two people in the database associated with the Pentech who were repressed. Now, that's shocking, because when you look at the party records, there were a number of people who were purged from that party cell for Trotskyism or association with Trotskyism, and most shockingly, there was an instructor who was purged from the party cell after being arrested for raping a six-year-old child, and that person did not end up repressed. One of the things that's suggestive that you find in the party cell records of the Jewish Pentech is the way in which party members appear to have aided one another in their testimonies to help buffer one another from repression. So I'm going to end by just saying this. In order to understand the patterns of repression, it appears that you really have to look at the very complicated life histories of individuals. that more than association with Soviet Jewish institutions, what appears to have mattered is whether someone, for instance, had in their past a record of having been a member of the board, a member of another organization, and then for whatever reason, because of being related to someone who gets arrested, because of working with someone who gets arrested, for whatever reason, they get pulled into their net, swept into the net by the NKVD. What there isn't evidence of is that the NKVD was specifically targeting Soviet Jewish institutions and their members. So that suggests the need to really look at comparison between historian's blood and the story in other regions. So I'm sorry for being scattered at the end there, but thank you so much for your patience. of our любим jandarmy дореволюционные. I just parallel I'm president of and перевозчик of Belarus. And a practice of so there. So there's combination of history plus the part of tourism. So in this time little more attention on tourism is more interesting form of analysis. I explain why. On самом last in excursion of the Republic of Belarus еврей was minimally lost or actually absent. The was still on the history of war. The war. The was on classic of the views of the city. 15-20 roads by the Republic of Belarus. The Biloedish Pousta is a possible Mark Chagall in Vitebbs but the but even like Mark Chagall and like как еврейское наследие города Витебска, именно просто как Маршагал, как феномен мировой культуры. Но ситуация начинает меняться, и примерно 10-12 лет назад у нас начинаются потихонечку изменения в этой сфере. Причем изменения, с одной стороны, естественные, то есть меняется структура исторической науки, появляются новые попытки интерпретации исторического наследия Беларуси, в том числе и возобновление истории, такой активной практической части, к наследию Великого княжа Литовского, Речи Посполитой, Российской империи в целом. И вот в этом процессе возникает еще и государство. Параллельно с историческими изменениями, в научной, в практической сфере, появляется интерес государства к развитию туризма. И действительно, на протяжении последних 6-7 лет, до коронавируса, до 2020 года, до событий 2020 года, у нас шла динамичная такая, чуть ли не в геометрической пропорции, тенденция к росту туристов, посещению Республики Беларусь. То есть у нас открылся безвизовый режим с Израилем. И действительно, началась очень такая активная посещаемость нашей территории со стороны не только белорусских внутренних туристов, но и граждан государства Израиль, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Центральная Европа. И 2015 год стал лучшим годом для белорусского туризма. И к этому моменту у нас появились те программы, которые мы были готовы расширять и развивать дальше. На самом деле в Республике Беларусь по законодательству, экран видно, я думаю, да? Видно, Геннадий Клан, да? По законодательству Республики Беларусь, которая, кстати, сейчас приняла для себя и Российская Федерация, есть четко определенные нормы. Есть понятие экскурсии, что это такое. Есть понятие экскурсовода. На сегодняшний день в Республике Беларусь экскурсии проводить могут только лица, которые прошли профессиональную подготовку, прошли через специальные экзамены и получили удостоверение, дающее право работать по конкретным маршрутам. То есть, если вы хотите работать по нескольким маршрутам, допустим, не только по городу Минску или Витебску, а по другим населенным пунктам, по другим маршрутам, вы должны их также защитить, то есть показать свою компетентность по этим маршрутам. Соответственно, законодательно это прописано. Более того, очень интересным источником для анализов является текст экскурсий. На сегодняшний день в Республике Беларусь несколько сотен экскурсий, классических экскурсий, которые создаются на протяжении последних двух десятков лет. В качестве примера, как меняется наша тенденция, наше восприятие еврейского наследия в экскурсионной практике, я приведу пример двух текстов. Например, тексты, посвященные конкретно истории еврейской общины одного города, отдельного города, либо отдельному историческому событию. Допустим, с левой стороны расстрелянные звезды, история Минского гетто. Тексту 15 лет. Но при этом сама цель экскурсии, которая сформулирована была 15 лет назад, она позволяла говорить о том, что это еще предыдущая историческая парадигма. Цель экскурсии звучит очень просто, Геннадий. Способствовать объективному представлению о нашей истории в период Второй мировой войны, трагедии мирного населения в годы немецкой оккупации, пониманию правильной оценки прошлого, содействовать воспитанию интереса к истории Великой Отечественной войны, формированию чувства патриотизма, воспитывать ненависть к войне. Заметьте, какая интересная формировка в государственном тексте для экскурсий. Задача экскурсии – воспитать ненависть к войне. То есть очень редко, где такое встретишь, где есть целый текст и целая процедура, которая должна в итоге экскурсии научить людей ненавидеть войну. Любовь и уважение к людям любой национальности, убежденность в необходимости ценить свою и чужую жизнь. И это текст экскурсии, это почти 150 страниц текста, посвященного истории Минского гетто. Причем цели и задачи, сформулированные в самой экскурсии, это официальный документ, утвержденный государством, в самой цели экскурсии нет ни слова о евреях, если посмотрите, ни слова. Если возьмем спустя 13-14 лет, текст, который был написан, один из текстов, написанный в прошлом году. Назвайте немножечко по-другому «Потеряный рай, жизнь и катастрофы белорусских штетлов». Здесь цель экскурсии звучит уже по-другому. Прошло 15 лет, и мы эволюционировали и в интерпретации еврейского наследия, и в подаче его во время экскурсии. Цель экскурсии сейчас звучит немножко по-другому. Способствовать пробуждению интереса к культурно-историческому наследию евреев в бывших белорусских местечках. Уважение к еврейской и белорусской культуре и истории. Содействовать формированию нравственной культуры, позитивного отношения к сохранению памяти об истории евреев в Беларуси. Прошло 15 лет, и у нас изменилась подача материала. У нас появился еврейский компонент в экскурсиях. У нас появилась та часть экскурсии, которая касается именно еврейского наследия. Мы начинаем говорить и писать тексты, в том числе и экскурсоводы, подавать информацию, которая касается конкретно еврейской истории, еврейской культуры. За прошедшие 15 лет евреи вышли из тени. Еврейское наследие появилось, и оно стало частью туристического продукта. Как это происходит сейчас, я приду пример чуть дальше. Контрольный текст, само выражение, откуда взялось, это установленное государством название документов, которые рекомендуются для познакомления, если человек хочет работать по конкретному городу. Все это утвержденные государственные тексты. Сейчас такая же практика будет и в Российской Федерации. Я не брал все тексты, у нас их несколько сотен. Я проанализировал лишь первую сотню. Тексты изменились. Текст по городу Гродно прошлого года, 2020 года. Огромные куски, посвященные еврейскому наследию города Гродно. Вот я взял кусочек, например, посвященный описанию Большой Хоральной Синагоги города Гродно. Хорошее восприятие. Евреи традиционно были активной заметной частью городской жизни. В 19 веку сложился район города, где проживало несколько еврейских общин. До войны в городе Гродно насчитывалось 43 синагоги. И дальше сам текст экскурсии. Мы сами стоим у самой главной синагоги города, Большой Хоральной Синагоги, которая считается одной из старейших среди действующих иудейских, ну, слово храмов это уже. Нюансы восточной Европы. На этом месте первая деревянная синагога была построена в 15 веке. Дальше идет большой сюжет, посвященный этому региону, этому куску города Гродно с описанием истории, с убранством зданий, с традиционными характерными описаниями для тех, кто не знаком с еврейской культурой. Что такое арон-кодыш, что такое священные тексты. И дальше по описанию. Текст изменился за 20 лет, и он действительно теперь полностью рассматривает этот кусочек нашей истории. Берем город Пинск, известный кусочек белорусской и еврейской истории. Пожалуйста, отдельные разделы, посвященные еврейским предместиям. Берем карлинскую традицию, она прописана в тексте. Если возьмете предыдущие тексты экскурсии по Пинску, начиная с позднего советского периода или с 90-х годов белорусских, там этого не было просто, ну, либо с штрихом, либо вообще не было. Сейчас отдельные сюжеты, отдельные блоки, тексты в таких документах по 200-300 страниц, которые пишут историки, которые пишут профессиональные экскурсоводы с рецензиями, с отзывами. Есть большие еврейские сюжеты, описаны еврейской культурной традиции. Как появляется карлинская хасидская традиция? Рассказывается, кто такие хасиды. И это обзорная экскурсия, это экскурсия, которая презентует город. Теперь белорусские города очень сложно презентовать без еврейского наследия. Теперь этот сюжет становится обязательным. Вы знакомите людей с городом Пинском, пожалуйста. Дом раввинов Перловых, где находился, что было, что здесь сейчас, какие традиции, что здесь практиковалось. Эта часть у нас сохраняется и расширяется. Если возьмете большую часть текстов, а это почти 150 текстов обзорных экскурсий, почти во всех есть вот этот еврейский компонент. 5-7 последних лет эта традиция изменилась. Теперь это становится популярным, теперь это в тренде. Еврейская культурная традиция во время экскурсий теперь обязательный элемент. То есть востребованность этого сюжета очень большая. К сожалению, у нас не так много специалистов, которые могут об этом рассказать, но достаточно, чтобы ответить на все запросы современных и американских, и британских, и израильских туристов, которые к нам приезжали до коронавируса, до начала эпидемии. В этом плане мы обеспечивали весь необходимый поток. Когда мы говорим о материалах, понятно, что экскурсионная практика требует какого-то информационного подкрепления. Вот эти новые тексты, которые создаются, они используют, в том числе и накопленные материалы в научной, профессиональной сфере. Начиная от изданий Сефера, который очень удачно работал по территории Беларуси. Здесь я привел пример, исследование по городу Глубокое. Есть же и Желудок, и Лепель, и другие населенные пункты, которые так или иначе вписаны в этот контекст. Путеводители средств массовой информации дают огромный пласт материалов. На сегодняшний день, начиная от путеводителя маршрута по штатлам, который был издан несколько лет назад, и охватывает всю западную Беларусь, предлагая десяток маршрутов именно по еврейским местечкам, показывая востребованность этого компонента на современном туристическом рынке Беларуси. То есть это стало востребовано, это стало необходимым, и это польза популярности. Тексты, которые используются на сегодняшний день, они достаточно неплохо освещают и еврейскую историю, и еврейскую культуру. И надо дать должное, что рассматривают это с очень интересной точки зрения. То есть еврейское наследие рассматривается как один из способов, давайте скажем, что может быть некорректно, повышение статуса и Республики Беларусь, и белорусского общества тоже. То есть мы смело говорим, что это наш Хайм Вейтсман, мы честно говорим, что это наш Марк Шагал, и кое-где, даже чуть-чуть перегибая палочку, иногда во время экскурсии говорим, что чуть ли не половина всех политиков Израиля – это только белорусы, и белорусский менталитет в них остался по сегодняшний день. То есть эта традиция у нас остается, и мы действительно считаем на сегодняшний день частью белорусской культуры. Большие разработки методические, начиная от, давайте скажем так, игровой формы для работы с детскими группами. Тут пример одной из карточек, которую делала наша историческая мастерская. Десятки таких заданий, где они могут в игровой, интерактивной манере поработать и попробовать изучить, что такое гетто, как они жили, как эти дети там происходили, как происходила жизнь взрослых, как проходил процесс адаптации людей. На самом деле, вот таких дидактических материалов, их достаточно много. На сегодняшний день они в общем доступе на сайте Министерства образования, что тоже немаловажно, почему. Общий доступ бесплатный и без ограничений. Вы можете использовать эти материалы, как им удобно, использовать во время экскурсии, либо во время работы даже на уровне педагогического. Понятно, что необходимы какие-то материалы, которые бы показали бы объекты, которые можно использовать во время экскурсионных маршрутов. Буквально два года назад, в 19-м году, у нас появился такой первый пробный шар. Сиди Реминг и Мордахай Рейдхинштейн попробовали издать каталог существующих изданий Синагог Беларуси с очень качественным вводным вступительным словом статьей профессора Левина о количественных и качественных характеристиках Синагог Беларуси, что опять же является подспорьем для включения их в экскурсионные программы. Ну, наши коллеги вывели 125 зданий, которые в разной степени сохранности по-прежнему являются Синагогами как зданиями. Конечно, большая часть из них не используется как Синагоги, но тем не менее, как объекты для экскурсионной работы, это важно, и они обязаны так или иначе использоваться в экскурсионном покаде. Когда мы говорим об изданиях, даже государство здесь не отстает. Вот издаются буквально год за годом рекомендации, как работать с туристами, и вот здесь уже опять же появляется то, чего не было раньше. История иудаизма, история еврейская история в контексте истории Беларуси, даже в материалах подготовки, в министерских для экскурсоводов, эти сюжеты уже появились. То есть меняется отношение и государства, и, по сути, экскурсоводов к этому продукту. Когда мы говорим о том, что мы показываем, в первую очередь, конечно, мы показываем объекты. Экскурсия невозможна без объекта, иначе это превращается в лекцию в зуме, которую мы сейчас так активно не любим. Экскурсия подразумевает наличие объектов. По сути, все объекты можно разделить на две части. Первая часть восстановленная, которая готова к приему туристов. В первую очередь, в качестве примера, Гродненская хоральная синагога. Восстановленная, принимающая туристов, где идет рассказ и показ на объекте, что интересного было, какой уникальной чертой является этот объект для города Гродно и для Беларуси в целом. Причем многие белорусские туристы до сих пор рискнили, особенно девушки, спрашивают, что нас правда пустят в синагогу. То есть для них уровень стереотипов настолько высок, что они действительно с этой культурой никогда не пересекались. К сожалению, гораздо больше разрушенных объектов на сегодняшний день из этого каталога, 125 синагог, большая часть в очень плохом состоянии. Ружанская синагога, которая у меня на фотографии, к сожалению, крыша уже провалилась. Все. То есть она стояла, 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 и в прошлом году зиму не выстояла. Крыша развалилась. То есть, к сожалению, здание, которое могло послужить еще верой и правдой, сейчас еще в более худшем состоянии, чем на этой фотографии. Столинская синагога без крыши стоит уже 30 лет, 29 лет, если быть точным. Погибли росписи, которые были на стенах, и боюсь, что само здание, напоминающее нам о Карлина Столинской хасидской традиции, тоже скоро уйдет небытие. Но на сегодняшний день мы по-прежнему экскурсии к нему делаем, показываем и само здание на его примере, знакомым с историей еврейского населения на Полесе в 19-м начале 20-х века, ну и до Второй мировой войны. Есть экскурсионные объекты, немножко другого типа, кладбища, которые на сегодняшний день переживают целый бум. Еврейские кладбища резко вошли в, давайте скажем так, в туристическое пространство Беларуси. Их никто не замечал, эти полторы сотни кладбищ, а сейчас они стали интересным объектом. С одной стороны, это паломнический туризм или ностальгический. К нам едут граждане государства Израиль, едут представители Великобритании, США, Франции и других государств на места, где жили когда-то их предки, где они были похоронены. Это отдельный пласт туристических маршрутов, который охватывает на сегодняшний день в основном наши англоговорящие, либо франкоговорящие коллеги. У нас есть даже один гид-переводчик, который работает на юрите на сегодняшний день. Кладбище в Друе попало даже во все белорусские путеводители, даже белорусам. Интересно, как феномен вот эта традиция, причем абсолютно не характерна для их мировоззрения, им очень интересно. Кладбище в Ленине после публикации несколько лет назад статьи, это было в 2016 году, о том, что у нас есть кладбище с деревянными мацелами, туда теперь и стар, и млад, и все кто угодно едут, даже пытались красть. Не поверите, Геннадий, пытались воровать мацелы. То есть вот эти вот деревянные чудеса наши пытались воровать. Но, правда, придумали там красивую легенду, и в итоге их все вернули назад. Придумали проклятие, и все сразу вернулось на свои места. Ну, история циклично, ничто не меняется. Местные жители придумали легенду, и быстренько все они вернулись назад. То есть вот вам стереотип 21 века. Но на самом деле экскурсионные программы начали туда идти, экскурсионные группы, и всем интересно. Возможно, не очень профессионально о них рассказывают некоторые коллеги, но, тем не менее, сам маршрут построен. Большой блок объектов, посвященных Холокосту, долгое время трактовался в контексте Второй мировой войны. Но примерно с 2010-х годов мы можем говорить о том, что в этих объектах, объекты остались прежними, но в них начинает раскрываться тема Холокоста. В них появляются дополнительные объекты, либо отдельные информационные стенды, посвященные именно трагедии еврейского населения. Даже на некоторых мемориалах появляются таблички не советским гражданам, а еврейским гражданам. И, с одной стороны, это, опять же, ностальгический туризм к местам, где погибли хрозники, а с другой стороны, это знакомство самих белорусов, я бы, в первую очередь, подчеркнул этот аспект, самих белорусов с историей трагедии еврейского населения в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной. Мемориал Яма, на сегодняшний день центральная часть города Минска, один из первых мемориалов и памятников, появившихся вообще на территории Советского Союза в 1945 году, достаточно известный в своей сфере. Ну и, конечно, лагерь смерти Тростенец, где появились отдельные элементы комплекса, посвященные именно трагедии евреев. Особенно такой яркий, популярный в туристических маршрутах, это памятник, посвященный австрийским евреям, массив имен, 10 тысяч имен, выбитых на таком базальтом, на темном камне, напоминающие трагедии австрийских евреев в рочище Благовщины и в рочище Малый Тростенец. Эта сюжетная линия выходит из тени Второй мировой войны и становится самостоятельным продуктом на сегодняшний день. Появляются новые программы, новые формы презентации, например, анимационные программы, которые призваны привлечь внимание даже обывателя к истории еврейского наследия. В городе Гродно наши экскурсоводы, вот они на фотографии с левой стороны, в Борис Михаилом, делают, пока была возможность до коронавируса, 27 января каждый год в Гродно анимационную экскурсию в квартале, где когда-то располагалась Гродненская генда. То есть несколько десятков человек, каждый раз это разные форматы, одеваются в соответствующую эпохе одежду, с чемоданами, с вещами и полностью пытаются повторить трагедию уничтожения Гродненского гетто. Чем иногда, кстати, вызывают определенный стресс у обывателя, который видит это в неожиданном для себя месте в историческом центре города Гродно и начинает задумываться о том, что действительно там происходило 70 с небольшим лет назад. Есть экскурсионные проекты более позитивные, посвященные кухне, традициям. Город Бобруйск тут у нас в лидерах. Кухня, веселье. Чтобы было веселее, Геннадий, я вам даже покажу программу, как это выглядит. Экскурсия по легендам и истории еврейского Бобруйска. Потом посещение действующей синагоги, знакомство с раввином, беседа, все как полагается. Показ отдельных интересных сюжетов у туристов, особенно женской половины, это всегда идет на ура. Потом посещение корчмы, еврейская кухня. Потом интеллектуальная часть, небольшой квиз, посвященный еврейской истории и культуре. Потом еврейская музыка, обучение танцам, мастер-классы, караоке, попытка петь песни, сувениры и все остальное. На самом деле, получаются достаточно интересные программы, которые должны обывателя завлечь и познакомить, что это такое, это самая еврейская культура. Ну и, конечно, музейная часть. Наши музеи тоже меняются. В музеях появляются сегменты, посвященные еврейскому наследию. Мы берем дворцовый комплекс в Ружанах, резиденцию рода Сапек, большой зал, посвященный еврейской части жителей местечка. То есть Ружаны не только как княжеская резиденция, но и отдельный сюжет, потому что одно без другого неотделимо. Сула, парк истории Великого княжства Литовского, прекрасно, попытка восстановить ряд зданий, стилизованных под еврейское местечко, это в том числе аптеку, корчму и все остальное с такими вашим колоритом, с сувенирами, достаточно хорошо вписывается в историю и Великого княжства Литовского, и Речи Посполит. И когда мы говорим о сувенирах, такой маленький позитивный момент, даже сувениры у нас пошли на легкую еврейскую литературную традицию. Одна из наших коллег, экскурсовод-гид-переводчик Юлиана Миколуцкая делала наборы открыток, посвященных поэтам и писателям Белоруссии, еврейским межвоенным. Набор, часть которых погибла, с таким легким юмором, пытаясь показать то самое утерянное наследие, десятки имен, тот самый массив имен только в литературе, массив имен в культуре и, возможно, в живописи и политике. На самом деле, это также один из элементов популяризации еврейского наследия в экскурсионной практике. Резюмируя, скажу так, за последние 10-15 лет и государства, и общества продвинулись достаточно хорошо вперед в понимании еврейского наследия и в его популяризации. Возможно, если бы не коронавирус, не события 2020 года, мы бы на сегодняшний день говорили о таком прогрессе в этой сфере. На данный момент сложно говорить о перспективах, закрытые границы в коронавирусное время, но мы надеемся, что еврейское наследие в экскурсионной практике не только не будет снижаться в популярности, но и будет развиваться во всех указанных направлениях. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Василий. Очень интересно. В моей прошлой жизни я очень часто бывал в Бабруське. О, Бабруське. Видел его иначе, естественно. На самом деле, даже синагога Шойхетов, которая у нас была разрушенная, восстановили две стены и сделали объект для горожан, для туристов в зоне пешеходной улицы. Получается очень интересная, очень красивая часть, включенная в городское пространство. Они даже лужу хотят сохранить, о которой писал местный Равин, что это сюжетная линия из другой истории. Так что в этом плане туризм как способ популяризации наследия на сегодняшний день, особенно на уровне, к сожалению, подготовленности нынешней нашей молодежи, один из самых простых, но и самых эффективных. Спасибо большое. Мы еще вернемся, естественно. Хорошо. Следующий у нас, Джоша Кавлик. Hi, Джоша. Good to see you. And I have to tell you that I find your topic surprising. In any case, I am surprised because I know your previous topics, the research on the tragedy of a generation and suddenly I find that you are interested in rabbis in the Soviet Union, yeah? And especially for me because I am a grandson of a rabbi who was actually practicing rabbi in the 1920s and the 1930s. I look forward to learn more about this period of time and this category of people. In any case, Joshua Kavlipp is Yeshua of New York and the extraordinary of the Russian Revolution and the return of the Russian Revolution. And the return of the Judaism. Спасибо, Геннадий. Я хочу, первое, позвольте, что пришло несколько минут назад. Я был очень трудно с тем, что я буду говорить в английском. И, второе, я буду говорить в английском. Я секунду, что Михаил сказал о русском языке. Это не так хорошо, как мой читатель и прохождение. Окей, на 23, 2018, в новой форме Советского Союза пострадал на декретаре «Сепарация от школы и от школы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok This newfound freedom of religion spelled two far-reaching changes regarding the legal status of Judaism. First, whereas czarist law had recognized Judaism as a tolerated minority religion for those born Jewish, it had forbidden conversion to Judaism by Christians and reversion to Judaism by Jewish converts to Christianity. Between 1906 and 1917, czarist law allowed for reversion to Judaism, but only for those who could prove both their Jewish origins and the fact that their reversion predated 1906. In practice, these stipulations left many returning Jewish converts without recourse. The new Soviet decree on freedom of religion thus offered a path into Judaism both for those reverting converts to Christianity and for Christians by birth. The second legal change in Jewish status resulted from the decrees barring of the listing of any religious affiliation in citizens' official documentation. It is not surprising that given the abolition of legal discrimination against Jews, many Jewish converts to Christianity now felt free to return to their original faith. What is surprising, however, is that a not insignificant number of Christians converted to Judaism as well. In this paper, I will discuss both reversion and conversion to Judaism as discussed by two rabbis in the early Soviet Union, Rabbi Shimon Yaakov Glicksburg, the chief rabbi of Odessa, and Rabbi Mordechai Dov Eidelberg, the rabbi of Nikolaev. Over the course of the 19th century, roughly 84,000 Russian Jews converted to various dominations of Christianity. Historian Ellie Schenker has demonstrated that contrary to popular mythology, these conversions occurred not only as a result of conscription and a desire for social advancement, but also as a means to marry Christians or as an answer to a sincere spiritual search. In all of these instances, the close geographical, economic, and at times social proximity of Jews to Christians in the Pale of Settlement allowed for these conversions to occur. Understandably, these conversions led to much anxiety on the part of the rabbis and other communal leaders, especially as the conversion rate rose in the final decades of the empire as a result of blocked upward Jewish mobility. Yet, many of these converts continued ties with the Jewish community, and even Jewish religious observances assuaged these communal leaders' fears by convincing them that these converts had remained loyal, albeit secret Jews, present-day Muranos. Despite the limitation of the Murano analogy, Schenker demonstrated that, like their Iberian forebears, Russian-Jewish converts to Christianity faced, quote, the criminalization of religious deviance and discriminatory laws against new Christians, unquote. In his memoirs, Rabbi Glicksburg fully embraced the narrative of Russian-Jewish converts to Christianity as Muranos, whose ineluctable, quote, Jewish spark, unquote, kept them loyal to their people and to their God. A founder of the religious Zionist Mizrahi party in 1902, Glicksburg shared with many other Russian Zionists the image of authentic East European Jews as foils to their assimilated and de-Judaized West European counterparts. In Western Europe, Glicksburg explained, the emancipation process had served as a catalyst for Jews to abandon their faith and their people. In contrast, the emancipation of Russian Jewry in 1917 initiated a process of, quote, return of children to the bosom of their parents, unquote. This difference stemmed from the unique circumstances surrounding Russian-Jewish conversion to Christianity, in his words. But in Russia, the Jews essentially did not leave their ancestral religion, but rather were pushed out of it by the tyranny of the Gentiles as a result of the difficult and cruel conditions that were created for them. The apostates in Russia were like the Muranos in Spain, who were Catholic only on the outside, but not in their hearts. And as soon as they found a breach in the wall of tyranny, they hurried to exit the straits. The Muranos in Russia were unable to extinguish the spark of, quote, repentance coming from regret, unquote, which stirred quiet yearnings in their hearts, which they felt in the inner recesses of their souls to unite with their nation, which did not give them rest, unquote. Glicksburg's depiction of Jewish apostates as loyal Muranos provides dramatic evidence to Schenker's assertion that late Czarist Jewish leaders increasingly envisioned converts as part of the Jewish community. It also ironically demonstrates the affinity between the perception of some Jewish leaders and a growing number of anti-Semitic activists and thinkers who viewed Jewish conversion to Christianity as insincere external acts that could not erase an eradicable Jewish identity. So determined was Glicksburg to read Jewish loyalty into the actions of converts that he touted the example of the converted Duma representative Michael Gerzenstein, who officially listed his religion as Russian Orthodoxy and his nationality as Jewish. In so doing, Glicksburg overlooked the fact that Gerzenstein's self-definition bolstered the most secular nationalist definitions of Jewishness, which completely separated Jewish national identity from the Jewish religion. Glicksburg also conveniently excluded from his memoir those converts whose motives and behaviors contradicted his Murano narrative. To him, all Jewish converts were, quote, the lawyers, doctors, and engineers, unquote, who, with the first raise of political freedom, quote, returned to their nation with perfect repentance and with great joy, unquote. As examples of religious reversion, Glicksburg included three moving vignettes depicting returnees as loyal Muranos. In his first example, Glicksburg introduced his readers to the prominent Odessa lawyer Tzwilling, who had converted to Christianity in his youth, yet always secretly had practiced Judaism, spoken Yiddish to his family, and even married off his daughters to Jewish men, which had been against czarist law. Having yearned for years to recite the Haftorah, the prophetic portion of the week in synagogue, Tzwilling realized his dream before tear-filled worshipers on the first Sabbath following his official return to Judaism. Close to the age of 70, this reverted Jew threw himself into Jewish communal work and even contemplated moving to Palestine. He also insisted that upon his death, he receive a proper Jewish funeral rather than a civil one. Whereas Tzwilling was a true example of religious repentance, Glicksburg's other two cases functioned more as examples of national rather than of religious return. The first case was about a russified Jewish woman in her twenties who had obtained a false baptismal certificate from a priest, so that she could convalesce from her chronic pneumonia in Yalta, a city off limits to Jews. Despite her self-professed russification and feigned conversion, Glicksburg romantically described this young woman as possessing, quote, a childlike shy innocence, unquote, quote, the characteristic model of a daughter of Israel, unquote. Glicksburg, moreover, put words in her mouth that in all likelihood encapsulated his perspective more than hers, quote, but in my heart lives a Jewish spark that draws me near to my people and binds me to it with a natural national connection, unquote. The next case involved a young man from Odessa, now in the final stages of tuberculosis, who had embraced Christianity in order to attend university. Now realizing that a person cannot sell their spiritual birthright, the young man made the following declaration in literary Russian, quote, I have remained a Jew as I was born, and a Jew I shall remain until my last moment, and promise me that the rabbi will do on my behalf in accordance with the instructions of the laws of Israel, unquote. In the first case of the young woman, Rabbi Glicksburg reassured her that the baptismal certificate was inconsequential. And in the second, he welcomed this terminally ill young man warmly back into the fold. In response to the latter case, In response to the latter case, Glicksburg reflected, quote, At that time when I sat next to the bed of this ill man, I understood well the meaning of the words of Maimonides, that a penitent is, quote, beloved and delightful before the creator, unquote. The immediate years following the Bolshevik seizure of power witnessed not only reversion to Judaism by born Jews, but more surprisingly, much more surprisingly, the conversion of Christians to Judaism. Expunged from collective memory. Mention of this phenomenon remains exclusively in contemporaneous rabbinic memoirs and responsa. Glicksburg, for instance, described how the newfound freedom of religion led to some Christians to embrace Judaism out of conviction. A group of peasants from Volhynia, for instance, adopted Judaism and then immigrated to the land of Israel. Glicksburg oversaw the conversion of the daughter of a famous Russian Orthodox priest who first adopted Judaism out of conviction and only then married the son of the head of an elite Lithuanian yeshiva. Similarly, a son of a leading Christian Moscow industrialist married the granddaughter of a leading Talmudic luminary and a Christian government official married the daughter of a deceased Odessa rabbi. Despite these cases that proved the culmination of a religious quest, Glicksburg admitted that the majority of conversions occurred for the purpose of marriage. Whereas during the czarist era, such intermarriages always led to the Jewish partner embracing Christianity. Now Glicksburg asserted that, quote, Judaism had the advantage, unquote, and far more Christians converted to Judaism than vice versa. Not even anticipation of the painful surgery of adult circumcision could dissuade many Christian young men from adopting Judaism in order to marry their Jewish girlfriends. Equally startling is Glicksburg's observation that whereas Jewish parents saw their child's potential conversion to Christianity as a catastrophe, the Christian parents did not mind their child's embrace of Judaism. Other rabbinic sources confirmed that the phenomenon of conversion to Judaism for marriage occurred throughout Russia in the first years following the Bolshevik rise to power. Rabbi Eidelberg entitled his response among this phenomenon, quote, regarding the plague spreading throughout the Soviet regime of the increase in converts for the purpose of marriage, unquote. In his autobiography, Rabbi Jacob Mazza, the official rabbi of Moscow, Rabbi Eidelberg recalled that in the early 1920s, he converted 367 Russian young women to Judaism for the sake of marriage. In the winter of 1920 to 1921, Eidelberg wrote his truva, his responsum, in order to square contemporary rabbinic acceptance of these converts with a seemingly ironclad halachic prohibition against conversion for the sake of conversion for the sake of marriage. He argued that the Talmud presented several cases in which prominent sages accepted such converts. Addressing themselves to this internal contradiction, the Tosafot, the 12th and 13th century French glossaders on the Talmud, argued that in these particular instances, the sages must have determined the sages must have determined the sincerity of these potential converts despite their desire to marry Jews. Based on this comment by the Tosafot, Rabbi Yosef Karo ruled in his 16th century work Beit Yosef that the decision to accept a convert, even in the presence of an ulterior motive, remained solely at the discretion of the Jewish court. How, though, could contemporary Soviet rabbis accept converts who would adopt the secular lifestyle of their Jewish spouses? Given that all these potential converts already had registered their marriages civilly, Eidelberg answered, they had no need for conversion in order to live with their Jewish spouse as man and wife. Consequently, their desire to convert must have stemmed from pure religious motives. If these non-Jewish men subjected themselves to a painful surgery, as well as to the ridicule of their family, friends, and societies to embrace Judaism, then this ordeal led them to accept Judaism willingly. Perhaps recognizing the halachic weakness of this argument, Eidelberg offered one more reason to accept these converts. Rabbi Karo's Beit Yosef and Shulchan Aruch, the Code of Jewish Law, permitted a Jewish father to violate travel prohibitions on the Sabbath in order to save his daughter from the hands of an apostate kidnapper, suspected of trying to convert her to Christianity. Given that halacha allowed for the desecration of the Sabbath, a biblical prohibition to save a Jewish soul from apostasy, argued Eidelberg, it certainly would allow for the abrogation of the rabbinic ban on accepting converts for marriage if that act would lead to the Jewish partner's retention of Jewish identity. In contrast, rabbinic refusal to convert the non-Jewish spouse would drive the Jewish woman away from Judaism and into the arms of her husband's religion. Despite advancing this lenient halachic reasoning, Eidelberg ended his tshuva on a mournful note. Quote, I am writing these words with a broken and crushed heart, woe that such has occurred in our days, to accumulate permissive rulings such as these, unquote. While Glicksburg expressed the same ambivalence about accepting these converts, he also assumed a defensive apologetic tone, since he, unlike Eidelberg, actually oversaw many of these conversions. In explaining why he chose to participate in these conversions, Glicksburg's stance moved from one of apology to one of ambivalence. Quote, in a central cities such as Odessa, there was no possibility for a rabbi burdened with communal responsibility to absent himself from the acceptance of converts, as did some rabbis in other cities, who, with lame excuses, had the same answer for the Gentile who came to convert. Quote, I don't take part, I don't take part, I don't take part, I don't take part, I don't take part in these matters, unquote. But in truth, with the whole positive side of the matter, it caused the sensitive rabbi some unpleasantness and at times even moral bitterness, unquote. Quote, in conclusion, the immediate years following the Bolshevik seizure of power proved a liminal moment for all of Russia's inhabitants, especially for its Jews. Quote, these years brought with them apocalyptic despair as tens of thousands of Jews were murdered in the genocidal pogroms of the Russian Civil War. At the same time, those Jews living under Soviet control felt not only fortunate for their physical safety, but also for the possibilities of both personal freedom and religious rights that the new regime promised them. In hindsight, believe in these possibilities appears very naive. Yet at the time, the combination of promises of both personal and religious freedom led in unanticipated and heady directions. With the illegalization of religious discrimination, thousands of Jewish converts to Christianity now felt free to return to Judaism without the illegal impediments and stigmatization that they would have experienced under czarist rule. This act of return served the rabbis and other communal leaders as the strongest proof of Russian Jewry's religious and national steadfastness at a moment when the newfound freedom easily could have led to assimilation. Most surprisingly, the legal abolition of religious discrimination led at least hundreds and possibly thousands of non-Jews to adopt Judaism for the sake of marriage, reversing the one-way direction of conversion from Judaism to Christianity for this purpose under czarist rule. If confessional boundaries were somewhat poor, even in the late czarist era, when religious definition defined legal status, they became all the more fluid in the first years following the revolution, when religious affiliation became a private affair. As Glicksburg observed, conversions to Judaism for the sake of marriage lasted only until, quote, the Soviet regime succeeded in crystallizing and taking root in the country, and then the difference between faiths was, as it were, erased amongst the majority of citizens in the Soviet state, unquote. Still, this brief moment of religious fluidity deserves attention in its own right for what it says about the religious identity of both Russian Jews and their neighbors at the dawn of the Soviet era. Thank you. То есть, у нас есть больше времени для дискуссий, да? И давайте мы тогда все это обсудим. То есть, для начала я воспользуюсь своими диктаторскими полномочиями и задам каждому вопрос, а потом мы пойдем уже по кругу. Потому что все доклады, мне кажется, очень интересными и очень новыми и свежими. Значит, первый вопрос у меня к Галине. Это очень интересно, вот эти вот все. И у меня вопрос связан, Галина, вы есть, да? Я хочу проверить, есть ли Галина на связи или она отошла куда-то. Она, по-моему, куда-то отошла. Нет, нет, я есть, есть. О, я есть, здорово, здорово, замечательно. Значит, мой вопрос к вам такой, мне кажется, очень интересно. И вопрос с источниками. Я знаю прекрасно, я тоже пытался найти хоть какую-то статистику, сколько людей приехали в Израиль, а потом взяли и уехали. Но это все как-то покрыто абсолютной тайной. Я даже когда-то пытался с Шаранским говорить, но только чуть, да? И с советской стороны тоже нет. Что я знаю, случайно я узнал, я разговаривал с одной, которая делала диссертацию на эту тему. Оказывается, те, кто возвращались в Советский Союз или хотели вернуться в Советский Союз, они должны были обратиться в Министерство иностранных дел соответствующей республики. И там хранятся дела. Вот в конце концов выйдет диссертация или даже потом книгу о таких делах по Молдавии, что очень интересно. То есть вот есть один из источников. То есть в принципе у меня вопрос такой, какие источники могут помочь понять, сколько действительно возвращались, сколько хотели вернуться или что-то еще. Вот такой вот источник ведения такой. Это вопрос. Теперь я сначала задам все четыре вопроса. Теперь вопрос к Майклу по поводу Смоленска, что тоже очень интересно. И очень интересно, что Смоленск сейчас привлекает такое внимание. Есть там об анахистах какой-то доклад. И есть, я знаю, что над этим работает Майкл Дэвид Фокс, какую-то книгу пишет о Смоленске. То есть само притяжение о Смоленске тоже интересно. Но интересно еще и другое. Всегда вот эти вот исследования, или обычно, исследования еврейской жизни в Советском Союзе, они фокусируются или Белоруссия, или Украина. Или Белоруссия и Украина в перемешку. А Россия обычно остается закатом. Есть Москва, там чуть-чуть что-то перебрасывается в Ленинград. И, конечно, есть Биробиджан. Но вот эти вот всякие Смоленские, а может что-то еще. Вот где-то есть ли что-то такое вот параллельное, кроме Смоленска, потому что Смоленск как-то близок все-таки к черте оседлости, хотя и не было. Есть ли какие-то еще такие города, где вот развивалась такая структура еврейской жизни, которая была бы сравнима с тем, что вот происходило в Смоленске. Есть ли какая-то информация? Вот такой вопрос. Теперь вопрос к Сергею. Очень интересно, замечательно. Но у меня вот такой вопрос есть. Вот эти вот все сценарии, которые написаны. То есть, с одной стороны, это замечательный источник для историка, для кого угодно. Это здорово. Вот есть бумага, не просто там какая-то запись. Но я просто об этом ничего не знаю. Это вопрос абсолютного дилетанта. Это, в принципе, какое-то вот такое явление белорусское, российское. Вот так это положить на бумагу и сказать, вот так это должно быть там, скажем, было в седьмом году, а сейчас в таком году. Или это, в принципе, такое что-то общее мировое, что, скажем, где-то в Венеции вводят экскурсии по какому-то утвержденному сценарию. И если там что-то, в какой-то момент, скажем, больше чего-то, в какой-то момент меньше чего-то. То есть, есть ли какие-то вот такие вот, вот такие. И как бы продолжение этого вопроса. Контролирует ли кто-нибудь вообще-то выполнение вот этого сценария? Или какие-то отклонения наверняка возможны, но до какой степени они возможны? И если кто-то ведет не по сценарию, а вообще приходит к какой-то человеку, ведет группу, что с ним происходит с этим человеком? Вопрос у меня к Джошуе. Это просто замечательно. Просто настолько интересно. Мне кажется, что было бы интересно сравнить с тем, что когда-то Анна Штеншис вот обозвала очень удачно «Совет энд Кошер». Вот этот вот послереволюционный клэш традиции и советского. И здесь явно этот вот клэш давления семьи, давления с одной стороны. Какая семья? Тут похоже еще какое-то состязание семей. Какая сторона сильнее там? Она или он? Или вот семья его? Или семья ее? Мне кажется, что это интересно посмотреть это как феномен. Такие же проблемы с обрезанием или такие же аналогичные проблемы другое. Excuse me, Геннади? Геннади, can you hear me? Yeah. Yeah. Would you be able to say your remarks in English? Because I'm having a hard time hearing you. Okay, okay. Can you hear me now? One minute, one minute. Yeah. Okay, I'll start from the beginning. So I find this very interesting and actually pioneering stuff, actually, to excavate from this period of time. And what I am curious of, that maybe we can, or you can find some parallels with what Anna Sterenz describes as Soviet and kosher for the early Soviet period of time, when there was a clash of tradition on the one hand and the Soviet life on another hand. So can you see some parallels? Because even in the issue of circumcision, you know, how it was during this period of time, the pressure of the older generation, how important it was. And certainly some parallels in Christian circles, Russian Orthodox circles, you know, the pressure of having a church wedding, yeah, so something, or to baptize, yeah. And it remained actually during the entire Soviet period of, of, of time. So how it is Soviet and kosher and how it operates. So these are my questions. And if you don't mind, so we go the first circle in, in this questions and afterwards, yeah, we'll, we'll open the floor to, 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 there's a very small group of people. So the first one is, 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 is Galina, пожалуйста. Yeah, значит, спасибо за вопрос. But, вот этот кейс, да, который я подробно рассматривала, он вообще случайно попался мне на глаза, да, это там персональный архив, архиве Института Чинирсуищного врага времени, и он там фигурирует, как, собственно, как и все остальные фигуранты архива «Мигрант». Еврейская, его линия так, скорее, оригинальная для него самого, она, скорее, оригинальная. А статистически, да, мне тоже кажется, что это скопать сложно, что у Лешки по-прежнему какие-то ограничения на... Ну, в общем, да, по-прежнему часть корпуса закрыта, и непонятно, как бы, в чьих интересах это открывать. Я, в данном случае, пользовалась архивом... Ну, сейчас это архив Службы безопасности Украины, бывший, соответственно, архив КГБ, ГПУ, КГБ УССР, и там есть такая категория документов, возвращенных из ЦК, КПУ, всяких там докладных записок и информации, сообщений, которые с КГБ вот туда поступали. Судя по всему, вопрос рассматривался ну, как бы, не Советом Министров, а КГБ при Совмине и партийными органами на разных уровнях, потому что иммигранты, выбираясь из Израиля, дальше обращались в посольство соответствующей страны, скажем, попав в США, они шли в Советское посольство в США, обращались, значит, с ходатайством на возвращение в Советский Союз, дальше посольство запрашивают органы в Союзе, и вот в каком-то случае обсуждается, что обкомы, то есть на локальном уровне, обкомы все это смотрели, вот этот прекрасный сюжет, где 250 с ними обратились, дальше все это рассматривали, рассматривали, и посол Добрынин решил, как бы, высказал свое мнение, что здесь образно вернуться к ограниченному числу иммигрантов, а дальше, значит, дальше это рассматривалось, рассматривалось, и решили, что вообще все эти граждане какие-то никчемные совершенно граждане, у них низкий образовательный уровень, они привлекались к уголовной ответственности, занимались спекуляцией, хищением стилистической собственности, поэтому пусть остается в Северных Штатах, и из всех 250 семей, если это правда, разрешили въезд, собирались, по крайней мере, разрешить въезд, лишь одному Айсману Соломона Лейбовичу из четырехклассного образования, ветерана Великой Отечественной войны, кавалеру Ордена Красной Звезды, и ДРЭ, забойщику скота из Черновцов, вот он самый достойный оказался, но статистика, опять-таки, отсюда не вырисовывается, то есть даже если мы поймем, сколько вернулись, то если вернулась одна семья из 250, то Ердим как бы как таковых по интенции было, возможно, в 250 раз больше, кто осел в Вене, кому разрешили въезд в Америку, кто-то еще проник в Германию, и вот кто-то таким странным образом остался во Франции, как Кармайзен, плюс еще там австралийские варианты, то есть тут надо как-то еще глобально все это проверять. Так, как я понимаю, там еще важную роль играл квартирный вопрос, как мне объяснило. Да, да, да. Квартирный вопрос там, поэтому с каким-нибудь румынам приехать, соединиться с семьей в Молдавии было легче, они в селе жили, там больше площади, а вот город это было сложно. Мы же распределили, да, да, да. Да, куда их там, куда их там посетить. Спасибо большое. Майкл, я... Извините. Да. Да, конечно. Око's, okay. the... the matter of Smолensk being just outside the pale, of course, shaped local Jewish history. They're... I trace this back to... Actually, in my monograph, I trace it back to the reign of. There were almost always Jews in Smolensk когда они не должны быть. И, опять же, state authorities убедились потому что они нужны в том, что есть интересные параллелы. И, конечно, это было часть Литвуана , которая похожа на Jewish истории, потому что Jews play similar роль в local Петри history в Своленске регион они делали в Литвуане . Геннадий вопрос о Своленске в истории Беларуси и Украинской истории , это очень интересно потому это из это это поиск в точке это происходит в Нижненовгрух. И здесь есть очень прекрасно историографии в России на Jews в Нижненовгрух. Это возможно это это смоленске Jewish истории в царист период и в соединеновгрух. Своленске , это , но временем в эпиземном периоде И в соединение период от various points в территорию между Беларуси и в область Продолжение следует... The reason that Smolensk figures so largely in English language historiography is, most people I think are aware at some level, is because when the Germans took control of the local party and state archives and shipped it back, it fell into U.S. hands. So in the 1980s as a graduate student looking for places that I could study, given that I was... Given that while IREX was fine with it, the Soviets were not fine with me working on a provincial topic on 1917 in local archives, Smolensk was a natural place to look at. And so you have people like Michael David Fox, who I've introduced to the local archives, working on it. But also, if people aren't aware of it, there's a wonderful book by an American-Austrian historian named Laurie Cohen on Smolensk under Nazi occupation. And Laurie, like myself, has interviewed many survivors of the Smolensk ghetto, and it's a wonderful, wonderful book. There's now... There's now... There is... Before the revolution, there was a local Jewish historiography. There was a local Jewish historical association in practice in Smolensk. That historiography was essentially wiped out in the Soviet period. You will get little traces, but literally, I have documented in some of my publications ways in which Jews were written out of the archival record in the Soviet period, where there are police documents, for instance, from 1906, that are reprinted in 1950s and 1960s Soviet publications, and the references to Jews are taken out of it in the Revolutionary period. So some key people in the local archives were Jews who, as soon as it became possible, started to publish on local Jewish history. And there was just recently, as many people associated with Seferville, a wonderful volume of essays on Smolensk Jewish history that appeared in Moscow, I guess, a year and a half ago. I had an essay on demographics in that essay. So there is now a historiography on Smolensk Jews, but it's still not as developed as that on Nizhny Novgorod. I hope I didn't speak. Thank you. Actually, I came across some publications in the early days of the Revolution that in America, some Jewish activists were thinking that it would be a nice place, Nizhny Novgorod. To establish a Jewish autonomous region or something else, because of all this Nizhny Novgorod fair and so on. Now it's so funny to read about it. Thank you, Michael. Сергей, please. Спасибо за вопрос, Геннадий. На самом деле, две составляющие вопросы. Первая часть, которая касается текстов. В нашем законодательстве есть две нормы – контрольный текст, индивидуальный текст. Контрольный – это который государство сделало по этому, допустим, городу Минску или городу Половску. Для тех, кто только начинает попадать в профессию, для тех, кто только начинает вникать в экскурсионную деятельность, для них сложно самим сделать сразу большой правильный логический текст, чтобы представить город с тысячелетней историей. Для них разработаны вот эти контрольные тексты как рекомендации. Вы можете прийти на аттестацию, на сдачу экзамена государственного со своим текстом. Вы делаете текст, вы пишете технологическую карту, вы делаете на нее рецензии у специалистов, у историков, допустим, зависит от того, какой у вас текст. Вы берете рецензии, что у вас текст написан хорошо, верно, исторически правильно, методически правильно, и вы его защищаете как свой собственный. То есть на нем будет написано, что это индивидуальный текст, то Анны или Майкла или Галины – это ваш индивидуальный текст. До недавнего времени, пока туризм был у нас в таком, скажем так, дремлющем состоянии, никто особо не контролировал, какой текст вы используете, как вы вводите и так далее. Но когда туризм стал приносить деньги, когда он стал масштабным, а в 2019 году он действительно вышел на такие хорошие показатели, полторы тысячи экскурсоводов, работы, иностранные языки, возник вопрос о контроле качества. По сути, у наших соседей, то есть Российской Федерации, этот вопрос был актуален. То есть, допустим, в Москве или в Санкт-Петербурге борются с китайскими гидами. У нас по закону вводить экскурсию могут только граждане Республики Беларусь. То есть, если у вас нет паспорта гражданина Республики Беларусь или вида на жительство, вы не имеете права вводить экскурсию по Беларуси. То есть, это защита нашей национальной истории, культуры и так далее, позиции государства и общества. В новом законе, который прошел первое чтение, вот сейчас уже прошел первое чтение, в нем есть норма о контроле и есть форма наказания и запрет. То есть, за проведение экскурсии не по маршруту, не по тому, что вы защищали, будут наказы точно рублем. То есть, шел разговор о 20 базах, то есть, это где-то 30-40 тысяч российских рублей. То есть, за то, что вы ведете экскурсию. В рамках своего маршрута вы можете делать погрешности, вы можете менять маршрут, улицу и так далее. То есть, это не жестко контролируется. Но общая концепция, она должна сохраняться в контексте государственной политики и истории Республики Беларусь. То есть, мы не можем сказать, что, допустим, высказать свою точку зрения, допустим, на хатынь. То есть, с этим будут нюансы. То есть, есть государственная позиция, которая должна быть отражена. То есть, и в истории, и в экскурсии. То есть, у нас есть жалоба, например, туриста, который написал жалобу, ну, несколько уже лет назад, достаточно долгое время прошло, что экскурсовод умолял роль Сталина в Великой Победе. Что туристу показалось из Пензы, что экскурсовод, ну, не очень так возвышал роль Сталина в этих событиях. На жалобу писали ответ официальный, то есть, разбирались и так далее. Но оказалось, что все по тексту, то есть, все, есть на что сослаться. То есть, для экскурсовода это было безопаснее. Но вы можете написать свой текст, Геннадий, и с ним работать, это не проблема. Вы можете свой текст вообще написать по маршрутам, которые являются уникальными. У нас есть и литературная аршанщина, у нас там есть и паштет. То есть, каждый может сделать свой продукт, который ему интересен, и продавать его на рынке. То есть, вопрос, что на текст нужны будут рецензии, отзывы. То есть, что этот текст действительно научен, что вы не фантазию какую-то придумываете, а действительно рассказываете исторические сюжеты, исторические события. И получается хорошо. Почти тысячи экскурсоводов в Беларуси, то есть, половина с авторскими текстами, это большой пласт краеведческих материалов, который поднимается каждый год. В прошлом году в Столине девушка написала свой текст экскурсии. И сама для себя с удивлением обнаружила, что Столин был еврейским местечком. В ее первом тексте не было ни слова про евреев, представьте себе. Это вообще. Потом доработала, стало гораздо лучше. Спасибо. 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 Joshua. Unmute yourself here. You're muted. Приседили. Хватит сейчас? Наполёмо. На, это нужно. Вот. Всё. Спасибо. Геннадий. But there are a lot of parallels to the Soviet and kosher, but what's interesting is that what I found is that sometimes what the rabbis were interested in was not what the general population was interested in. So the general population, as you can see from Anastas' research, from Elisa Ben-Parrat's research, was circumcision, was a big ritual that people risked a lot, including members of the Communist Party, to have their sons circumcised. It doesn't show up that much in the rabbinic literature. What the rabbis were very concerned about was marriage, religious marriage and divorce. And this was because with another one of the laws that was passed in terms of the separation of church and state was the civil marriage and Zogs, you know, that all marriages had to be registered with the registry, the civil registry at Zogs. And as a result of that, before in the Tsarist period, there was no civil marriage. So a person got married, they had to get married religiously. So now, first of all, even though religious marriage wasn't outright forbidden, it was certainly frowned upon. And if a Jew is a member of the Communist Party, they could lose their position or be kicked out of the party if they have a religious ceremony. So the question became for the rabbis, let's say there's a couple that gets married civilly through Zogs, but not religiously, and then they get divorced. And then the woman wants to remarry and she comes to a rabbi. This time she wants or he wants a religious ceremony. Does she need a religious divorce? Does she need a get from the civil marriage? And so the rabbis say something very fascinating. They say that there are many people, they say there are many Jews in the Soviet Union, many young couples who really would want a religious marriage ceremony, but they don't have it because they're afraid. And if that's the motivation, then for various halachic reasons I won't get into, it means that even the civil marriage counted as a religious marriage. And so she does need the divorce, which makes it much harder on them legally, halachically, but the rabbis are not willing to write off these people from the Jewish community. And they want to say, just like they said with the converts to Christianity, that they're really loyal Jews. They want to say the same thing about the people who are getting married civilly, that many of them, even most of them, maybe would want a religious ceremony, but they're not getting it out of fear. So, yeah, 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 yeah. So that's, and you see a lot of religious practices of things that are done in secret. The question is, with a religious ceremony, do they need a minion? Do they need 10 men there, or is it enough to just do it privately with the rabbi? Questions of mikvah, you know, ritual bathing, all sorts of questions that have to do with basically, and also general prayer, communal prayer. How can things be done as secretly as possible? And the rabbis continue with the metaphor of the Muranos, you know, of Jews secretly practicing Judaism, while on the outside being loyal to the Soviet state. The precedent for the civil marriage in the rabbinic literature, it comes from rabbinic writing in the 16th century about the Muranos, about people who got married in the church in Portugal, and then they show up in North Africa, and are they married or are they not married? And so you see the, even, even the halakhically, you have the same historical paradigm for it. Absolutely. Okay. Thank you to everyone. And now, please, yeah, questions. Yeah. Who wants to ask comments? Лена, ты слышишься? Я тебя слышу, я тебя слышу, да, давай, давай. Obrigada. Ну, во-первых, мне спасибо Галине за ее интересное сообщение, но все же представлять пропаганду, скажем, колы Сраеву, на ивеческое население России, голоса Советского Союза, и советскую пропаганду, которая велась в 60-е и 70-е годы, это не одно и то же. Это не две стороны одной медали, как я вас принял. А советская пропаганда носила, по сути дела, антисемитский характер. И те публикации, которые были в газетах и в различных брошюрах, в белой книге и так далее, вызывали, прежде всего, конечно, в газетах и на радио, и на телевидении вызывали антисемитскую реакцию у советского населения. На это же обращал внимание тот же Онников, который писал, инструктор ЦК, который писал ЦК свои замечания. Так что вот здесь, в этом отношении, мне кажется, нужно подумать. Потому что это все же концепция, она очень хорошо смотрится. И с этим Каразиным, или Карамзиным, которого избрали, очень интересная фигура, который стал православным, активистам. Кстати, я посмотрел в этом дипломе, она была утверждена и с Российским министерством юстиции. Эта форма, этот диплом, который выдавался, тоже довольно любопытно. Но представлять это все так вот однозначно, что и западная, и израильская пропаганда, и советская была ягодой, были одним и тем же, я думаю, не стоит. В отношении Бойко, Бузько, простите, это очень интересная тоже информация. И, конечно, здесь сделан большой прогресс. Но было бы полезно, наверное, если сказать о том, о ешивах Белоруссии, о Воложинской ешиве, о том, что Белорусь была в течение многих целого ряда одного или полутора столетий центром еврейской учености, было бы тоже очень здорово. И в то время, как вот то, что он показал вот эти картинки, анимацию, все же это вызывает некое сомнение. Некий китч у меня вызывал. Вот это представление 27 января в Гродно, как изображение Холокоста и анекдоты от Фимы. Нужно здесь, конечно, подумать, как это сделать. Было бы, скажем, полезно представить и еврейскую политическую историю Белоруссии. Бунт, Палейтсон, другие организации. Белоруссия была центром до длительного времени еврейской активности. Ну и вопрос у меня также профессору Хики. Очень интересное сообщение и материалы Смоленского архива действительно многих интересует. Тем более, что я по маме профессора Хики Дидио... Хеми? Дой Хеми? Хеми? Я по маме с маминой стороны из Смоленской губернии, из Рославля, из Шумячи. И вот насколько вот эти репрессии против евреев в период Большого террора действительно были связаны с еврейским началом. Поскольку их он показал, не смог показать. И вряд ли это возможно. Потому что большинство репрессированных было из евреев не носили, не было вызвано еврейскими причинами. И насколько обвинения в еврейском национализме или в сионизме были распространены среди жертв репрессий. Насколько их можно назвать еврейскими жертвами? Или жертвами советских евреев еврейского происхождения? Спасибо. У нас есть вопросы. Мы в чем по порядку, Галина? Спасибо за комментарий. Так всегда бывает, когда какой-то тезис проговариваешь, а его, скажем, оговорки всякие выпадают. Мне казалось, что я это почерпнул. Но я еще раз подчеркну. Нет, безусловно, я не хочу сказать, что они с моральной какой-нибудь точки зрения или с точки зрения разрушительности своего влияния или вредности для советского еврейства сопоставимы. Конечно, нет. Я именно хочу сказать то, что я говорила. Что они взаимосвязаны, оказывали влияние друг на друга, эти два дискурса или нарратива. Что у них очень зеркальная структура. И что да, и то, и то, в принципе, пропаганда. Одна может быть злая, другая безобидная. Но пропаганда со всеми вытекающими методами. Вот ничего. Более этого я сказать не хочу. И хорошо известно, как подбирались эти активисты. Вот, например, по письмам я видел в архиве еще 50-е годы. Во втором, в 57-м году письма, которые посылали в Советский Союз, они читались соответствующими службами и выбирались те, которые содержали негативную информацию. С адресатами этих писем встречались представители КГБ, которые выдавались за представителей Советского Комитета мира и просили разрешения, как правило, они давались положительные разрешения, опубликовать выложки из этих писем с негативными оценками Израиля и своего опыта в Израиле, в Советской Печати. Так все. В 57-м году появилась целая серия статей. Но вы об этом, собственно, говорили. Я хотел уточнить. Спасибо. Майкл, да. Майкл, да. Майкл, да. Майкл, да. Можем выключать, будь Клой скажет. Мой звук уточнился из-за и из-за и из-за. Майкл, да. Майкл, да. Майкл, да. Майкл, да. Майкл, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова The problem of understanding the role of one's Jewishness, whether their Jewishness was a matter of national identity, cultural identity, religious identity, however one defined their own Jewishness. The problem of understanding the precise role that that played in someone's repression is very difficult to solve without access to the materials from the NKVD archives. Because we don't know what was said in denunciations, etc., etc., etc. So in my presentation, one of the things I want to emphasize is the very provisional nature, the very contingent nature of my conclusions. I can say that if you look at specifically Soviet Jewish institutions, that you don't see very many people associated with those institutions in the list of those repressed. All right. Now, as for the role of participation in Kulitzaion or in the Bund or other Jewish political parties in the past, participation in religious activities, those things in the almost sort of purely statistical information from the database of people repressed, those things seldom are clear, right? To try to solve that problem, what I have done is look up every single person who I can find listed as repressed and check them against the lists that I have of members of Kulitzaion, of the long list of activists in Jewish communal organizations that I have accumulated in doing research on this in 25 years. And that is not a satisfactory way of establishing whether this person or that person who was repressed can reasonably be viewed as potentially having been repressed because they were a Buddhist in the past. So I can only, in this research at this point, I can only say, look, there are so many people who I suspect were arrested or because memoir materials and other qualitative sources identify this as someone who was arrested because they were denounced by somebody as having a brother who had been an activist in a Jewish organization. That sort of thing. That sort of thing. So I am aware of the possibility that far more of the people who were repressed, for instance, may have been repressed because of their participation either in Jewish communal life or Jewish religious life or in Jewish political organizations, a Jewish socialist Zionist party activities, etc. But I cannot document that. Thank you. Thank you. Is that an answer? Thank you. Is that an answer? It's clear, right? Yeah, it's clear. Thank you. Thank you. Сергей, please. Стар, хороший вопрос. На самом деле, да, конечно же, блок связанный с ешивами и в целом с наследием иудейским у нас достаточно большой, но тут есть маленький нюанс. Обычно то, что попадает в такие ностальгические туры и чаще всего завязано на приезд извне, они не касаются наших экскурсоводов и не касаются белорусской принимающей страны в целом. Они едут по своей линии через еврейские организации, не пользуются экскурсоводами классическим ничем, то есть у них в данном случае своя задача, своя структура, они не подпадают под наш туризм в чистом понимании. А в целом обзорных экскурсий, конечно, Мирская ешива в обязательном порядке в городском поселке Мир, я на этом не останавливался, но если раньше Мир это только замок, объект мирового наследия ЮНЕСКО, то сейчас делается вторая часть экскурсий, которая посвящена гетто, которое было в этом замке. Отдельная экспозиция в замке появилась посвященная гетто, которая была в замке. Первые 15 лет существования этого музейного комплекса вообще не рассматривала тот сюжет, что там когда-то было гетто в годы войны. Сейчас есть отдельное помещение в башне, где есть экспозиция этому посвященная. В самом местечке иудейское наследие стало частью экскурсионного маршрута. Это часть Мирской ешива и Воложинской ешива, конечно, и Радунь, все эти объекты включены в экскурсии, но они идут как составляющая общего блока. А для иностранных граждан, к сожалению, они не пользуются нашими экскурсоводами и гидами, у них своя программа, либо они едут через принимающие их здесь организации, которые не касаются экскурсионки в целом. У них своя там специфика. Хотя этот блок, конечно, требует серьезного внимания, как и ряд других аспектов. Политический туризм интересно, но, к сожалению, у нас мало объектов, на которых можно это показывать. Это скорее уже академическая лекционная часть. Нам сложно рассказывать о Бунде, когда у нас не сохранилось три четверти города Минска. Домик РСДРП восстановленный, конечно, у нас есть, но бундовская традиция, например, или еврейская независимая рабочая партия, проект Зубатова, это тоже минские сюжеты. Но, к сожалению, у нас, начиная от вокзалов, заканчивая застройкой города, этого не сохранилось. Нам сложно рассказывать, не имея визуального ряда. Это уже не экскурсия. Спасибо, Свети. Спасибо. Еще вопрос, more questions, and actually you can ask each other, можно друг друга спрашивать, конечно, если у нас. Есть еще вопросы, комментарии какие-нибудь, или мы все выяснили. Я надеюсь, что вот то, о чем здесь... Я надеюсь, мы... I have a question, but just a comment in passing, and this refers to something that came up in Joseph's presentation regarding the idea of return and participation in Jewish communal institutions. I want to point out that one of the themes, as I'm sure you're aware, one of the themes in Jewish political debates, in secular Jewish political debates, particularly amongst various Jewish socialists, during the First World War, and especially in 1917, has to do with the importance of communal institutions in cultural autonomy. This is related to debates about federalism, and there is a really concerted effort. I mean, if you look at, for instance, the case of Slunz, there's a really concerted effort on the part of various Jewish socialists who are not overtly concerned with issues of return to Judaism, a very concerted effort to take dominance of communal institutions through the democratization of these institutions and elections that happened in 1917, early 1980s. And that continues through the Civil War period, right? So I think this is one of those cases where we have to be very careful in looking at the evidence about the distinctions between return in the sense of national consciousness and the return in the sense of a national consciousness that's tied to religious engagement. I hope that made sense. Yes. Thank you, Michael. I just want, can you hear me? Yes, yeah, sure, sure. Yeah, okay. Thank you. Yeah, no, I know in terms of what's interesting, in terms of the national autonomy and the secular nationalists, both Zionist and diaspora nationalists and socialists, the various, you know, various iterations, is that there was also a debate about converts, you know, or apostates, you know, people who had converted out to Christianity, if they should be considered a part of the Jewish community, if they should be considered a part of the Jewish community, you know, the opshina of the Kehillah, you know, if they should be part of it or not. But, and many of them, and it's very interesting, even though they were staunch secularists, when it came to conversion, they were very conservative or, you know, because they, in a sense, they saw this as national treason. You know, they saw this as desertion. And, and in a sense, this is where we have the overlap, or the, you know, the merging of the religious and the nationalist narratives, especially with someone like Rabbi Glicksburg, who was both a, an orthodox rabbi and a Zionist, you know, he was a, a founder of Mizrahi, the religious Zionist organization. So you have both the nationalist and a religious component. But I think with all of them, in some sense, you have a merger at this point. And that is that the people who left, you know, they're writing out, very interestingly, out of the narrative. The people who converted out of real religious conviction, or, you know, simply to marry somebody locally, the kind of people that Elie Schenker wrote about in her wonderful book. And they're focusing almost exclusively on the people who converted out of, out of convenience in order to enter university, in order to gain a position, to enter the law profession, etc, etc. And they're saying these people deserted us at a time, you know, of persecution, and we don't want to welcome them back now. Some said that, and some said, like, Glicksburg, we welcome them back with open arms. But what about the people who never really officially returned, you know, you know, that, or didn't return religiously? So that's a whole other question. And, you know, some said yes, and some said no. Well, I'm sorry, you're, Michael, are you muted? Yeah, I'm muted, yeah. Michael, you're muted. You're muted, Michael. Yeah, I'm sorry. I was just nodding my head saying that's very interesting. Yeah. Oh, thank you. Thank you. It's generally interesting, this religious conservatism of socialists, yeah? I wrote about it in my recent book about this in American setting, yeah? There's diehard socialists, but then it was the question of religion. They wanted to be according to the tradition, really to the tradition. Rather, reform, reform, has re-halil, yes. Yeah, by the way, we can't understand the, for instance, the attitude towards the, in the founders of the state of Israel, towards Jewish religion. The fact that the only form of Judaism that they recognize is Orthodox Judaism, we can't understand it outside of the East European context. You know, the fact that Ben-Gurion, all these people were Jews from the former Russian Empire, from the Tsarist Empire. Good. More questions, comments, еще комментарии, вопросы? Нет? Можно я комментарии, вопрос, Татьяна? Конечно, конечно. Да, конечно, конечно. У меня такой вопрос и комментарий к Сергею. Я вот во время вашего доклада, ну, меня очень заинтересовал как источник вот этих вот текстов экскурсий. И мне кажется, было бы интересно посмотреть, ну, использовать этот текст, если он там распознанный, а не где-то там, ну, распознать все можно, но не в этом суть. И посмотреть, например, чистоту слов, какие слова, например, использовались в седьмом году и, например, там, ну, вот, последние. Мне кажется, результаты тоже могли бы быть очень интересные вот в этом плане. Вот. Ну, это такой комментарий. Спасибо, Татьяна. Я вам больше скажу, есть еще и 92-го, 98-го года. Там они вообще интересные. Как эволюционируют от советской, ну, скажем так, дальнейшей. Есть индивидуальные тексты людей, которые работали в 90-е годы, то есть предшествующие поколения. Они же нам передают молодежи. Ну, как молодежи? Для них молодежи. Эти тексты в наследие. У меня есть целая стопка текстов 90-х годов, как они это рассказывали. На самом деле, они все в Word, Татьяна, не все в PDF. Их можно, ну, действительно анализировать как текст без проблем. То есть эволюцию можно легко проследить. На самом деле, она и прослеживается. И в целях, и в задачах, и в формулировках, и в тезисах. У нас в Музее истории Великой Отечественной войны слово по-русски и по-английски написано красиво. Зал борьбы с нацизмом написано очень интересно. По-русски фашисты, по-английски нации. То есть, чтобы так вот проиллюстрировать разницу в понимании. И по текстам это тоже эволюционирует. Сейчас у нас слово фашизм, например, реже используется, больше нацизм используется. То есть, очень легко проследить, как это меняется по текстам. То же самое и по акцентам на городе. Как уходят советские объекты из экскурсии. Никому не интересен в городе Бресте. В 2000 году там было описание восьми заводов. Сейчас эти заводы там не описываются. Во-первых, шести уже почти нет. А два оставшиеся, ну, постольку-поскольку. Но зато появилась концепция урбанистическая. Концепция города, где в Минске, допустим, тракторный завод теперь рассматривает, как пример, урбанистики. Где жилые районы с промышленной зоной. Что завод как дворец советский. Меняются акценты очень интересные. То есть, для анализа это действительно такая шикарная база. Причем там, чтобы вы понимали, ну, под тысячей полторы текстов может быть в общей сложности. Ну, да, да. Спасибо за ответ. Если вам будет интересно, я могу прислать текстов, если вам будет интересно. Спасибо. Действительно интересный источник, да, удивительный источник для исследований. Да, еще есть у нас вопросы, комментарии? Нет? Алик, у тебя есть вопрос? Нет, нет. Ну, я думаю, было бы полезно подумать, спросить хотел бы у Сергея о модификации синагог. Ставится ли такая задача в ближайшее время? Я слушал выступление независимого исследователя из Белоруссии, который рассказывал о состоянии синагог в Белоруссии. Она говорит, что абсолютная большинство синагог, в отличие от, скажем, Польши и Литвы, не модифицировано. И состояние их довольно печальное. Да и вы сами говорили, что много разрушенных синагогов. Единственная, которую я показал Гродненскую, она единственная на сегодняшний день полноценная историческая синагога, которая хорошо включена в экскурсионные программы. Мы надеемся, что в ближайшее время... Еще Ашмянскую. Мы надеемся, что Ашмянская с сохранившимся потолком, с росписями, она тоже в ближайшее время будет включена и отреставрирована. Все остальные, к сожалению, я не знаю, какая у них будет судьба. Скорее в большинстве будет более трагичное. Слонинскую синагогу недавно выкупило физическое лицо, частное лицо. Возможно, там тоже что-то будет музейно ориентировано, потому что цель – история, культура и деньги. У большинства, абсолютно большинства из этого каталога, который сделали Рейнхенштейн и Еременко, на 125 объектов, 80 сейчас используются как вспомогательные здания. Остальные стоят заброшенными, без крыш, без окон, без стен и просто разрушаются. Я думаю, в ближайшие десятилетия мы потеряем половину из этих объектов безвозвратных. Поэтому я думаю, что в лучшем случае исторических зданий останется процентов 10-20. И тут вопрос даже об сохранении хотя бы, в первую очередь, а потом уже музификации. Гродненская и Ашмянская имеют самые высокие шансы. Возможно, Быховская. Ну, профессор Левин выделил пять синагог, которые имеют шансы в Беларуси. Я с ним соглашусь. Быховская, Слонинская, Гродненская, Ашмянская и, возможно, Столинская еще имеют такие шансы. У нас сохранилась всего лишь парочка деревянных из той тысячи, которая была. В этом плане сложно нам. А что-то осталось? Какой-то интервью от синагоги в Минске, где сейчас находится театр? Нет, нет. Ничего. Часть стен. Там прошла сейчас крупная реконструкция с реставрационным серьезным процессом. Там и до этого было немного от еврейского наследия, сейчас тем более. Зато в одном из домов синагогального комплекса сейчас музей ВД. Логично. Спасибо. Ну, они свой дом сохранили хорошо. Хорошо. Да, еще есть? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. More questions or comments. Ну что, тогда давайте мы закруглим это все. И, по-моему, мне было очень интересно. Я думаю, что это интересно, разнообразно. И я надеюсь, что это будет в бумаге, где-то напечатано, и можно будет читать и использовать и так далее. То есть пойдет процесс. Ген, кажется, был объявлен и твой доклад на этой секции, нет? Нет, нет. А, я, значит, путал, да? Я завтра что-то говорю там о войне, что-то такое. О колхозах, скорее, да. О Крыме, да. О Крыме. О Крымских колхозах. Да. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем. До встречи. До встречи. До встречи. До свидания. Рад многих увидеть, кого много лет не видел. Спасибо. Спасибо. Thank you so much, Hanna. Спасибо. Спасибо. Bye. Thank you, Gennady. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good to see you. Good to see you, Gennady. Gennady, we should be in touch. Yeah, sure. I'll be back. I'm now in England, yeah, but I'll be back. I hope so. In September, yeah. Oh, good. We can see each other in person, hopefully. Yeah, we're still in the same space, more or less. That's right. That's right. That's right. Good. Yeah, I want to hear that the question about the churches is very interesting, the parallel to the church weddings. Maybe you know some sources about that that I could find. I know that is not my playground. Yeah, not exactly. Yeah, yeah, yeah. But I don't know who, I don't know who's the right person to ask about the bibliography, you know, for religious life. Maybe Anna knows better than now. Anna Krushkova? Yes, 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 yeah. Yeah. Maybe, yeah, we'll have to ask. Anna, do you know of any research on this topic of parallels, let's say, in the Christian world, to religious life, weddings, things like that. I'm pretty sure that that counts of literature, you know. What's that? Yes, 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 I hear you. No. Basically, it's about Jews who converted to Christianity, but mostly in, like, after the war in 1960s, 1970s, for the impacts of charismatic leaders, such as Alexandra Ming, and this doubly chosen. And there's a very interesting aspect to the book. Some of her interviews, and she was recording interviews, they said, so we were Jewish all our life, but after we were converted to Christianity, we felt more Jewish than before. Oh, very interesting. I, myself, I conduct, I mean, conversion during the late Soviet period, that's one of my topics for the future. And so I keep asking people, and I particularly stress this, you know, this point, like, how would you explain that people, Jews who converted to Christianity, would feel more Jewish? And it's a fascinating range of responses. And one person actually said, look, she said, we were persecuted more or less overtly, like we always felt the social pressure because we were Jews, and now that we also became Christians, and because the Christian church is also under pressure from the state, so this double pressure is sort of like, the second pressure or amends the first one in some way. Yeah, that's fascinating. It's fascinating, it's fascinating. Very short period. What's that? It was very short period, of the beginning of the 60s. Yeah. I mean, the men and some others, Agurski and other people. Yes. During the, only the 60s years. 70s and 80s, Alexander Meehan, 70s and 80s. Yeah, but even later, yeah, during the late Soviet and post-Soviet period, yeah, maybe, maybe more in this creative circles, yeah. Right, it's the intelligentsia of large cities. Now, Joshua, can you write your email here in the chat? Yes, I'll write it into the chat, yes. One second. I'll send you the book. Thank you very much. Yeah, the double curse, yeah. Yeah, yeah. And it's fascinating. It's awesome. When I, I know a couple of people, I mean, Jewish converted to, to, what? In Jerusalem, his name is Father Alexander Vinagrado, and he was born in Belgium, I think, and he is serving this multi, whatever, multi-confessional liturgy. So it's in Hebrew, because they're in Jerusalem, but also he uses French, which is his native language, and church Slavonic, and they have a shofar and the icon of the mother of God of something on the ambo type of thing, on the bima, which is completely mind-blowing. So he's trying to sort of, like, put things together, and people of mixed parentage are some of his parishioners, so to speak, because, you know, the conversion topic has to do with all kinds of ramifications in terms of, you know, what's next? Like, the rituals, the names giving, the this, and the that. Yes, yes. Yeah. Yeah, it's a secret. But it's, but it's the recent period, more or less. Your period is actually a century earlier, yeah? Just, you know, my period is earlier, but it's interesting to look at the parallels, you know, but maybe also these books can refer to the literature, to the historiography, you know, of, of the early Soviet period. Also, my informants stress one fact. It's a pretty, like, rude or superficial kind of comparison, but they say, look, in the 19th century, Jews who converted, this was a kind of liberation type of move for them, because they were trying to get education, and to leave the tale, or whatever. But in the Soviet time, when Jews were converting, this was kind of, some kind of apostasy, because they were doing this for, you know, to escape persecution. So the reasons are not on the part. They're novel reasons in the 19th century, and they're less novel reasons in the 20th century, but of course, it's much more complex than that. Yes, yeah, it's more complex than that. It is part of the rebellion against the Soviet system, but it's also an identification with the majority at the same time, you know, so, yeah. I believe that there was also one of the reasons, I believe so, that it was very difficult to find, if possible, a charismatic rabbi. There were hardly any, there were hardly any in the Soviet Union. Yeah, so it was, but it was easy to find a main, and not necessarily a main, but someone else who was younger, more charismatic, more, whatever. And also, there's a question as to which denomination of Christianity they would turn to, and it's not necessarily orthodox Christianity. Some people say Protestant. Uh-huh. Lutheran, right, because it's more like down-to-earth. It's clearer, because, okay, in the synagogue, you have Hebrew, which is completely, you know, thorough, incognito, incomprehensible, and everything, plus dangerous, because you can't study Hebrew, especially. But in the church, it's more understandable, but it's still, it's Church Slavonic, it's not contemporary stuff. Right, right. And so much ritual, there's so many preconditions, prerequisitions, free whatever, whereas with the Lutherans, it's much more, like, transparent and clear. Right, right. No, yeah, yeah, no. And also, Ellie Schenker shows in her book that in the 19th century, people converted to different denominations, you know, not just Russian orthodoxy. They converted to Lutheranism, to Catholicism, to all different denominations, yeah. Did you read Memory of Ulanovskaya? Maya Ulanovskaya. Maya Ulanovskaya. Ulanovskaya. I can't hear you, I'm sorry. Maya Ulanovskaya. No, no, I haven't read it. Ulanovskaya. Maya Ulanovskaya. No, no, I haven't read them. I haven't read them. It's in Russian. Published in Russian. If you could send me, maybe you could send me the information so I can find the book, because I do read Russian. Yes, I sent you information about this book. Right. If you sent me your email, I sent you. Wonderful. Here, I'm sending you my email now on the chat. Yes. You see? Yes. Okay, thank you very much. And I also remind, Геннадий, ты знаешь, что сын Переца Маркиша тоже стал монахом, да? Я помню, ты рассказывал мне, ты рассказывал. Не сын, сын, не внук Переца Маркиша. Это внук Шимона, да? Это смысле сын Шимона, да? Елена Маркиша, мой сын, сын. And he's serving in his church. You know, that's Marikish's grandson, but one of his grandsons, became a monk. Oh, really? Yeah. Воронежского? Воронежского? Воронежского района. Воронежского района, which is not apart from Moscow. What's that? It's in the Ivanova region, not apart from Moscow, that he's a monk. Right. Orthodox monk. Orthodox monk, yeah. Yeah. Wow. Thank you very much So I look forward to being in touch With all of you Yes, yes, okay Thank you See you later Bye I'm switching over